Я всех приветствую на нашем вебинаре, таком живьем, поэтому у кого-то есть вопросы, совмещания, пишем в скайпе, а я буду посматривать и вести разговор. У нас на самом деле есть сегодня большая тема, и эта большая тема это как искать работу в США, будучи за пределами США. И это будет касаться и работы по H1B, и это будет касаться работы в качестве стажера, практиканта. Мы обе тему покроем, потому что между ними есть много общего. Я для разминки, может быть, отвечу пару вопросов сначала, а потом мы переключимся на нашу основную тему. Так что у нас есть? Сколько приблизительно занимает по времени оформление документов, если, например, устроится на работу в американскую компанию, и, например, она захочет привезти работника в США? Давайте я буду здесь как бы ответ сразу писать. Первая часть ответа такая. Если мы говорим про H1B, потому что если это виза J1, то с ней проще немножко. Значит, по H1B, что мы знаем? Давайте я поставлю вот так, раз, и скажу, значит, что мы знаем. Первое, что мы знаем, это, что у нас есть 1 апреля, да, у меня по-английски здесь идет April 1st. April 1st. Это у нас дата, когда открывается сезон приема заявок на следующий год. Аппликейшнс акцептед. Значит, вот у нас такая дата. К ней очень много чего привязано, потому что финансовый год начинается 1 октября. Поэтому, значит, что получается? Если вас подали 1 апреля, ну, 2, 3, 4, на самом деле квота, мы про нее тоже знаем, что у нее есть лимит, да. Значит, квота... Квота for H1B у нас на сегодня 65 тысяч виз, да, в год. Таким образом, смотрите, что происходит. Если в прошлом году, ну, в том, который сейчас заканчивается, календарный год, но финансовый начался в октябре. Значит, что получается? В прошлом сезоне у нас 1 апреля начали прием, а где-то через там буквально пару месяцев уже закончились эти визы. Я точно даты не помню. За год до того, до декабря были визы с апреля. В этом году, учитывая подъем, оживление там и так далее, это может разойтись за пару дней, может за один день разойтись. Лет там 5-6 назад доходило до такого, что тех, кто в один день, вот 1 апреля, кто подал, так их там еще в лотерею разыгрывали, потому что их было больше, чем виз. Поэтому, значит, мы исходим из того, что документы были поданы вовремя, и виз хватило. Допустим, 1 апреля вас подали, потому что там, скажем, 5 апреля, например, в этом году может уже и не хватить. Итак, вас подали вовремя, но раньше, чем 1 октября, вы технически не можете приступить к работе. Если мы говорим про фактическое, а не техническое, то вряд ли вы приступите к работе 1 октября, потому что вам нужно получить, значит, на вас зафайлили 1 апреля. Дальше это все идет по инстанции, пока вас рассмотрят. Дальше может быть такая вещь, например, как request for additional information, RFI. Request for additional information. Что это значит? Это значит, что они говорят, вот нам что-то непонятно. И в этом году мы, например, на Никиту, который у нас тут на видео, немножко раньше был, там пару недель назад, нам на него прислали request for additional information. Ничего более безумного я в жизни своей не видел. То есть, абсолютно, вот грузите апельсины бочками. Но мы идем к адвокату, адвокат начинает собирать информацию, начинает писать документы, у него это пара месяцев занимает. В итоге Никита, который сидел, ну, буквально, вот, можно сказать, на низком старте, в итоге он приехал в первых числах декабря. Да? То есть, хотя, вроде он рассчитывал 1 октября. И следующий момент вот какой. Если на вас подали документы, скажем, 1 апреля, но там есть такая процедура, называется express processing. Express processing, это значит, что вы платите там лишнюю тысячу долларов, но не вы, а компания ваша платит лишнюю тысячу долларов, и вы через две недели вам скажут результат. Если там request for additional information, значит, вам скажут через две недели, а не через три месяца. Ну, и так далее. Можно там все ускорить, там, или так далее. Вот примерно такая история. Это с визой H1B. Значит, сколько по времени занимает. Значит, на самом деле, самое сложное в этом деле, это не оформление, самое сложное, это получить приглашение на работу. Будучи при этом, как бы, qualified, то есть, имея все, что нужно, для того, чтобы вас официально могли пропустить через все эти источники, то есть, организации. Вам нужно иметь адекватное образование, значит, вам нужно иметь там чистый рекорд предыдущий и так далее, то есть, вот, чтобы вам можно было и визу в посольстве получить. Если мы говорим про визу J1 trainee, это, вот, про нее сейчас, trainee, он же intern. Значит, trainee, это человек, который может 18 месяцев находиться в стране, да, по этой программе. А intern, он может находиться 12 месяцев. История в том, что intern, это человек, который меньше года после института, после получения высшего образования. А trainee, это который уже год проработал. Соответственно, он может приехать вот там на больше времени. Кроме того, у H1B, в отличие от trainee, у H1B есть такая вещь, которая называется prevailing wage. Это на каждое графство своя, per county, да, значит, в каждом графстве свой prevailing wage. Если, допустим, в каунте Санта-Клара, где мы находимся, на программиста вот какого-нибудь там джавского prevailing wage, например, 90 тысяч, то, может быть, в Монтане это будет 48 или там 52, понимаете. Но вот тот наниматель, который вас нанимает, у него, соответственно, есть территория, на которой там находится. Соответственно, адвокат, когда на вас документы подает в эмиграционные службы, он делает запрос на prevailing wage, ему сообщают и так далее. На trainee нету no limitation on wages. То есть, снизу ничем не ограничено. Я как-то обратился в спонсорскую организацию, которая этим занимается, и я говорю, вот, а сколько там надо платить или что. Они мне говорят, а можешь вообще не платить. Полно людей со всего мира, которые готовы там на год приехать в Америку, им даже деньги твои не нужны, у них есть деньги. Им просто хочется поработать в Америке, и там вернуться к себе в Южную Африку, или там в Колумбию, или откуда они приехали, просто с американским опытом. Вот, поэтому, что? Вот это отвечает на вопрос, сколько времени про H1B, про визу J1 занимает мой опыт от полутора до трех месяцев. Это тоже еще зависит от того, насколько компания новая, насколько у нее уже были раньше эти практиканты, потому что если были, то уже какие-то процедуры пройдены, и в следующий раз уже их не нужно проходить. Если первый раз, у них может уйти там пару-тройку недель и так далее. Поэтому, вот тут вопрос у нас. H1B, если я подал 31 декабря 2010 года, вы не можете подать H1B. Это ваш наниматель подает. Значит, ваш наниматель может подать, начиная 1 апреля. Он не может подать 31. Понимаете, для того, чтобы 31 подать, надо, чтобы была квота в этот момент, которая открылась 1 апреля. Например, вот в этом году такого уже не было. Там где-то в декабре, там числа 16-17 закончились. Точнее, в прошлом году. А в этом году закончились через 2 месяца. Если квота есть, в любой момент можно. Но реально считайте, что подать 31 декабря можно только тогда, когда квота есть. В реальном плане, значит, вас можно подать 1 апреля, если вы хотите, чтобы вас подали. Вас нельзя подать даже 28 февраля или там 28 марта, только 1 апреля. Если мы говорим про J1, то у нас нет никаких сроков. No time limitations. У нас нет никакой квоты на количество людей. Понимаете, то есть вы можете в любое время года, и страна может их привезти в любом количестве. Пожалуйста. Ну, еще раз, от полутора до трех месяцев опять зависит от того, если это большая компания или маленькая, насколько они оперативно отвечают и так далее. У нас маленькая, я сам все это своей рукой там делаю, поэтому, может быть, быстрее получается. Вот такая история. Давайте я переключусь на следующий вопрос. Говорят, что вот забыли рассказать о бодишопах, как раз через которые в основном люди и выезжают по H1B. Я никак не могу согласиться с утверждением, что как раз через них люди выезжают по H1B. Было время, в 90-е годы, вот тогда много приезжало народу, тогда бодишопы привозили много людей, и никто за этим не следил. Но что происходило? Они набирали людей с целью их потом перепродать. То есть идея в том, что я продаю человека на почасовой основе, там клиенту отдаю, а ему плачу зарплату. И вот, соответственно, разница между себе стоимостью и тебе стоимостью. Вот, значит, это та прибыль, которая у них, значит, оставалась. Но дело вот в чем. Дело в том, что правительство, как бы, им эта штука не нравится. Они хотят, чтобы если человека привозят, чтобы его привозили под конкретную задачу и под конкретный проект, и под конкретному нанимателю. А когда их спекулятивно берут, значит, то дальше многие ходят тут, болтаются. И вы не представляете, сколько тут ходит народу, которому родственники сделали, друзья сделали, там еще кто-то сделал. И они ходят по полгода, по году, по два, по три. А еще учиться к нам приходят. Вот он ходит год, у него это рабочая виза, и потом приходит, вот хочу на тестера. А все это время он на рабочей визе, и он нарушает все катастрофически. Потому что по рабочей визе он должен в течение месяца уже начать деньги получать. Он находится в чудовищном нарушении всего на свете, и он должен, если он реально не приступил к работе, он должен в течение, я не помню, 10 дней, что ли, уйти с этой визы. Понимаете? Поэтому правительство вмешалось. И, ну, относительно недавно, несколько лет назад. И сейчас, вот если я, например, делаю H1B визу, я должен расписать, какие проекты у меня, под что я беру этого человека, я должен показать, что у меня есть деньги, чтобы его взять. Я не могу сказать, что я его перепродам, и у меня будут деньги. Не-не-не, вот у тебя есть проект, у тебя есть деньги, расскажи, на что ты его берешь. Поэтому я бы не сказал, что бодишопы, значит, как-то через них там в основном, это не так. В настоящее время это не так. Вообще бодишопом называют организацию, которая просто людей привозит и перепродает. У них нет своих задач, которые люди решают. Это не наниматель в таком виде, в традиционном, а это просто спекулирующая такая организация. Тут спрашивают, может ли получить H1B тестер. Ну, конечно, может. Почему тестер? Это такой же инженер, как, я не знаю, любой другой. Я знаю очень много людей, которые H1B получали и тестерами, и сисадминами, и программистами всех мастей. И я даже знал повара одного в русском ресторане, значит, вот им нужен был человек, который что-то такое, вот его в H1B привозили. Я знаю одну девочку, она моделью была из Владивостока, по-моему. Вот их там целая стая была. В модельное агентство их привезли по рабочей визе, так что, чего же. Так, теперь про бодишопа мы поговорили. Значит, как обстоят дела с онлайн-работой в США? Дела с работой онлайн обстоят все лучше и лучше и лучше. Скажем так, прогресс очень быстрый. Я помню людей, которые онлайн работали уже в 98-м году, в 99-м. Сейчас со всего мира народ работает онлайн. Но вы должны просто понимать, что для нанимателя работник онлайн это не то же самое, что работник, который в офисе сидит. И для того, чтобы с вами захотели иметь дело онлайн. Вы можете сказать, я дешевле, там, меньше денег беру, да, но с вами же заниматься надо. И надо там по времени, и надо как-то вас менеджить как-то на стороне. Поэтому, конечно, это все легче, если вы более высокой квалификации. Если вы такой крутой, что уже думаешь, уже ладно, там, какие, ну, с этим связаны, может быть, неудобства. Ну, так такого же специалиста, что так живьем-то здесь не найдешь. Ну, конечно. А если вы начинающий, если вы где-то, я вот там курсы закончил, книжку прочитал, вот ищу свою первую работу. Ну, какой там тебе онлайн, ну, что же. То есть, я не хочу сказать, что это, в принципе, исключено. Такого нет. Ну, просто вероятность, будучи не нулевой, приближается к нулю. Да, вот, чем ниже уровень квалификации, тем ближе вероятность найти онлайновую работу к нулю. Вот, дальше у нас вопрос такой. В этом году подали на грин-карту. Очень надеемся выиграть. Дай бог. У нас двое детей, 17 и 12 лет. Нет, дочь в этом году заканчивает 11 классов. Я, честно говоря, не знаю, сколько у вас всего. Может быть, так я понимаю, если 11, наверное, она всю школу заканчивает. Знаешь, если ей 17 лет. У нас тут 12-летка, я не знаю. Ну, хорошо. Можно ли учиться ей в вашей школе или лучше поступить в калыч? Ну, я, конечно, хочу сказать, что вопрос ваш немножко преждевременный. То есть, между выиграть и очень надеяться выиграть, конечно, разница очень большая. Ну, допустим, вот вы везунчики такие выиграли. Приезжает ребенок. Ребенку 17 лет или 18 лет. Значит, 17-18 лет. Учиться и пойти ребенку в калыч, или, например, пойти поработать, или работать и учиться, или вообще как жить. Это зависит от того, какой у вас ребенок. Есть такие ребенки, что их невозможно затолкать на работу. Есть такие ребенки, которых невозможно затолкать в калыч. Они хотят работать и зарабатывать денежку, и быть среди, ну, какой-то своей тусовки по возрасту. Поэтому это, конечно, очень сильно зависит от ребенка. Я могу сказать такую вещь, что нам, например, вот когда приходят 17-летние, 18-летние, у меня есть и 17 лет, и 18 лет. Нам с ними намного проще, чем, допустим, вот вы можете быть кандидатом наук, и вам там 32 года, и аж по компьютер-сайенсу. Мне гораздо проще пристроить вот 17-летнего, 18-летнего, чем 32-летнего даже. Это не 42 и не 52, но вот детвору разбирают просто, я даже не знаю, есть такое понятие, вот я недавно столкнулся сейчас при найме. Они говорят, есть digital native. Знаете, digital native – это люди, не которые учат цифровые технологии, это люди, которые родились в них, понимаете. Вот это вот пацанье, оно так активно работает вот со всеми этими устройствами, значит, и эпловскими, и андроидами, и вот их очень охотно берут. И у меня вот есть девочка, она пришла, ей было 18 лет, из Средней Азии приехала. И ей было 18 лет, и я немножко волновался за нее, но она идет на практику, ее там оставляют на работу, она там год пробыла в таком состоянии, такого начинающего, потом переходит на другую работу, в очень известную компанию, вы все ее знаете, 75 тысяч, 19 лет ребенку. Поэтому, что я хочу сказать, если ваша дочь хочет идти таким путем, так он ей открыт. Но тут еще начинаются другие вещи. Вы ребенка толкаете, а ребенок не знает, и ребенок сомневается, и ребенок естественным образом может сопротивляться тому, что мама говорит. Знаете, а потом говорит, надо было слушать маму, ну это когда дойдет-то. Поэтому надо смотреть на конкретного ребенка, но если конкретный ребенок хочет, например, господи, да вот раз и все, и вопросов нет. Вот, поэтому, то есть лучше, это она сама для себя должна решить, или вы вместе с ней должны решить. Но то, что это возможно, и это как она стартанет, как ракета, конечно. Тут у нас вопрос в скайпе. Так, вопрос, Михаил, какой опыт тестера был, который H1B получил? Да любой. Ну что же, вас должны взять на работу. Значит, вот я, например, наниматель. У нас есть, мы с вами вот только что это обсудили, у меня есть такая вещь, как prevailing wage. Вот я работаю, допустим, в Силиконовой долине. У меня есть позиция тестера. Начинающего. Ну, ну, даже самый начинающий тестер, если я пойду в иммигрейшн и скажу, вот хочу привезти человека, они говорят, нет проблем, 85 тысяч. И у меня теперь дилемма. Значит, было время, кстати, вот в 90-е годы, в конце 90-х, была заниженная планка. Очень заниженная. То есть выгодно было брать людей со стороны. Сейчас получается такая история. Если я все равно по минимуму вам должен 85 тысяч платить, так что же я буду начинающий? Начинающий я могу пойти в портнов компьютер-скул и взять там его на 20 долларов. Он поработает 3 месяца, я ему дам 25. Он еще 3 месяца поработает, я его на постоятку переведу до 65. И он будет прыгать до потолка. И он местный, и с ним и ждать не надо. Ну, ну, понимаете, удобно. Значит, если вам должны заплатить 85, соответственно, у вас должна быть квалификация на эти 85 на 90. В сегодняшнем мире не нужно очень много знать, чтобы соответствовать представлениям, скажем, в силиконовой долине 85-90. Вы можете иметь пару-тройку лет хорошего опыта с автоматизацией, с использованием, допустим, с написанием, там, чего-нибудь там на сиквеле, или там на PHP, там, даже на JavaScript, ну, что-то. Там с бэкэндом поработать, там, с базами данных, или, может быть, там, с мобилками. Не нужно много опыта, но 2-3 года вам хватит вполне, чтобы соответствовать. Но, понимаете, это же не год, ты вот сидишь и сидишь. Это же не измеряется годами. Измеряется тем, что ты умеешь делать, вот что ты встречал уже в своей жизни, и что ты теперь знаешь, как с ним поступить. Поэтому вы можете за год сделать 10 проектов, а можете за 5 лет сделать один, и потом вас спрашивают, чего делал, а он еще рассказать не может. Таких тоже людей полно. Поэтому я не вижу проблем с этим, с опытом. Вот это не так важно. 2-3 года вполне достаточно, на самом деле. Теперь начинается такой вопрос, большой. Интересно мнение Михаила на следующую проблему. Человек, который не достиг ничего на родине, сможет ли достичь чего-то в новой стране? Я, как человек, изучающий эзотерику, вздрагиваю от фразы «не достиг ничего». Может быть, он хороший отец, знаете, или хороший сын, или там... Ну, я понимаю, о чем речь идет. Вот человек в производственном смысле, там, в смысле карьеры, много денег, вот как-то у него с этим делом не получается. На форуме время от времени появляются сообщения такого плана. Мне 30 лет, у меня ни кола, ни двора. Работу найти в Россию могу только по блату. Жилье у нас не купить, дорого. Процентные ставки высокие. В общем, жить невозможно. Вот приеду в США и заживу. Мне кажется, если человек к 30-40 годам не достиг чего-то на родине, то тут не в стране дело, а в человеке. Я скажу так, всяко бывает. Бывает, что в человеке дело. Мы видели очень много проблем. Мы видели очень много людей, которые так, из страны в страну, из страны в страну, а то он смотришь, там, из, я не знаю, Азербайджана, там, в Москву, из Москвы в Израиль, из Израиля в Канаду, из Канады в Америку, и все, что-то у него не получается. Мы таких людей, в общем, видели много. Но это же так не скажешь абстрактно. Есть другой путь, и есть другая проблема. Ну, вот, например, вот представьте себе, приличный, интеллигентный человек. Не вор, не сволочь. Понимаете? Он не может давать взятки. У него воспитание, он не может давать взятки. Он не может воровать. Ему противно получать черную зарплату. Понимаете? Ему противно жить вне закона. Вы можете сказать, откуда же такие люди возьмутся в стране, где все вне закона? Ну, помилуйте, ну вот я знаю таких людей. Я сам удивляюсь, думаю, как же он приехал из такого места, где вообще, ну вот, там вообще одни уголовники живут. И вдруг такое чистое создание, прямо Дева Мария, понимаешь? И, ну, если это человек, который не может пробиться в криминальной экономике, ну, давайте назовем как есть, не может пробиться в криминальной экономике, в американских терминах, вот, экономика стран, вот, бывшего СССР, преимущественно, она криминальная. Надо давать взятки, надо давать откаты, надо, вот, вот, вот это все. И он не может. А здесь может. Ну, почему же нет? Конечно, он, он найдет ни кола, ни двора, да, ну, то есть, если бы было неприятно идти тем путем к успеху, которым там ходит к успеху, конечно, почему же нет? Я, я таких людей очень много знаю. Это, это просто технарии, инженеры, это трудолюбивые люди, люди этические, с какими-то моральными принципами, и так далее, они, они просто расцветают здесь. Вот, люди, которые не могут переступить некоторые, некоторую черту, которые там, многие скажут, а что, что он такого, вот, вот это? Я вам скажу, когда я приехал только в Соединенные Штаты, 22 года, мы приехали из СССР, понимаете, и я помню, ну, то есть, ничего хорошее, сказать не могу, но мы приехали, и, ну, мы как-то жили, это же не то, что на нас ножом кто-то бросался, или там, ну, приехали, и люди на улице там говорят, ой, вы откуда, что вы, когда, ааа, вы только приехали, боже, как же вы там жили? Я думаю, что они, чокнули, что ли? Да как, так и жили. А что, нормально? Если человек родился на зоне, так, и вырос на зоне, и никогда не был за пределами зоны, и ему говорят, а как же ты на зоне? Я говорю, да нормально, ну, поэтому, я, я, еще раз, я не хочу наехать на ту, или на эту систему, или там, или что-то, это вопрос, как бы, каждого из нас индивидуальный, вот, вот одному тут хорошо, другому там хорошо, и там, один говорит, плохо давать взятки, а другой говорит, как классно, что можно давать взятки, можно за взятку отбиться от армии, можно за взятку попасть на бесплатное обучение в институте, там, понимаешь, там, или еще что-то, вот же жизнь где, разве на гнилом Западе, можно вот так вот, понимаешь, вот, поэтому, кому что нравится, так что, и то, и другое присутствует, если человек к 30-40 годам не достиг чего-то, в смысле, не украл, он может очень прилично, понимаете, вести себя здесь, если он ничего не достиг, в том смысле, что он не состоялся человеческий, у него нет воли к победе, у него нет трудолюбия, у него нет интеллигентности, у него нет образования, у него ничего нет такого, что делает человека сильно отличным от обезьяны, ну, ну да, ну, конечно, поэтому, тут у нас такие, там, вопрос, QA с бэкграундом, сейчас, я такой, мне противно взятки брать, я хочу сказать, что, я когда первый раз взятку дал, вот у меня был бизнес, кооператив у меня был, года с 89-го, 8-го, я сейчас не помню, и когда я первый раз взятку давал, я потом не спал две ночи, а мне говорят, Миша, да он ждет эту взятку, он ждет, ты его обидишь не тем, что дашь, а тем, что не дашь, ты его обидишь, а он был, я у него общежитие арендовал, для учебного процесса, который я там налаживал, и мне надо было селить приезжих студентов, я прихожу к нему, а он член коллегии, министер что-то с мостами, у них там было свое хозяйство, и я ему, и он, депутатский значок у него, Верховный Совет СССР, член коллегии, доктор наук, у него кабинет там, фонированный там, с портретами вождей, там и все, и я, вы видите, как противно было, поэтому, ну, что же, а кто-то рад, а не дал бы взятку, ничего бы и не получил, вот, человек может быть просто троллейбуем, умницей, но вот, не может там своровать, может просто так, о, зона, как это точно, живем по понятиям, ну, еще раз, я, я не это самое, я, я так, у меня такая манера изложения, гротесковая, я с детства, сколько себя помню, я в гротеск, но я почему в гротеск, я чтобы выпукло показать, понимаете, я такой, Салтыков щедрин современной иммиграции, вот, поэтому я так, гротесково, ну, да, не, 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 без наездов и без каких-то таких вот, теперь, у меня такой вопрос, вот в России, ох, мама родная, тут мы в политику опять, значит, вот в России, сколько бы ты ни жил, если ты не русский, ты всегда останешься чужим, и никогда до конца не станешь своим, а что насчет США, можно ли там стать легко своим, или все же нет, знаете, что я вам скажу, тут очень много можно говорить, и, на эту тему, это ведь не только в России, если вы сравните, например, эмиграцию в Германию, да, или там, я не знаю, в Англию, вот я знаю одного профессора, он в Англии преподает в университете, гражданин Великобритании, ну, москвич в прошлом, и я ему говорю, как там, он говорит, ты знаешь, параллельные цивилизации, вот здесь живут пакистанцы, вот здесь живут там индусы, вот здесь живут арабы, вот здесь живут англичане, он говорит, я когда пытался на кафедре там задружиться с какими-то там, на мероприятия какие-то там, что-то, они даже не понимают, как мне в голову могло прийти, а он доктор наук, он физик там, понимаете, поэтому монокультурная среда, монокультурная, она болезненно относится к, ну, к смешиванию, к размешиванию, и так далее, при всем, при том, что, допустим, Россия все-таки это многонациональное государство, при всем при этом, я не могу судить, я не жил там, до революции, но, как бы, в СССР я жил, и я могу сказать, что, вот эта сталинская, что ли, философия, вот есть, как бы, титульная нация, да, это же не только в России было, в Казахстане, титульная нация, вот там, на Украине, титульная нация, вот, вот есть какой-то регион, и там есть титульная нация, есть еще более титульная, конечно, если регион небольшой, там она сверху, поэтому, значит, что я хочу сказать, культивировалось разделение, культивировать, это же выгодно разделять, вот, поэтому, в этом смысле, я не знаю, как вы себя почувствуете, в Соединенных Штатах, но, безусловно, такой смеси людей, вот как тут, и такой терпимости, вот к этому всему, я даже не знаю, где еще бывает, и вы не будете здесь сильно выделяться, здесь, очень, здесь, очень, там, 10% населения, это афроамериканцы, там, больше, чем их, у нас, там, из Латинской Америки, народы, у нас какие хочешь есть, вот, поэтому, ну, еще раз, если вы будете фиксироваться на этом, вы скажете, вот, если бы я был, вот, не я, вот, если бы у меня там нос был такой формы, а глаза вот такой, да еще и голубые, я бы тогда что-то там достиг, это ерунда полная, вот, вы можете здесь достичь абсолютно всего, эмигранты здесь достигают больше, чем люди, которые здесь родились, потому что эмигранты, они, как бы, больше трудятся, и больше стараются, у них больше, цель более высокая, если вы посмотрите, кто материально живет лучше в Соединенных Штатах, то это выходцы из Азии, понимаете, я помню, была такая, ну, тема, что ли, вот, когда началась вот эта вот эпопея с выездом по, не беженским визам, когда рабочие визы пошли, вот это все, и люди стали пристально смотреть на Америку, и вдруг, вот, прошла такая статистика, она, говорят, выходцы из каких стран наиболее успешны в Соединенных Штатах, и выясняется, что это Украина, Россия, Польша, Литва, там, и говорят, ты смотри, наши, вот, это мы, оказывается, самые успешные, конечно, если не рассказать, что все эти люди были евреями, приехавшими из Украины, Польши, Литвы, там, Россия и так далее, то действительно как-то географически получается, но, ну, минуточку, ну, вот, по деньгам, например, да, по власти, по уровню, так сказать, евреи, ну, понимаете, вот, мне, например, в СССР, если бы у меня там возникал вопрос, там, ты кто по национальности? Мне не нравился этот вопрос, потому что, скажи им, что еврей, понимаешь, сразу лица меняются, как будто вот ты, я извиняюсь, хуже, чем там, вот, из Азии, вот, вы там переживаете, что вы не станете своим, а мне каково? Вот у меня фамилия русская, там, Михаил Портнов, Михаил Петрович, и так вроде, внешне не скажешь, ну, то есть, кто-то понимает, но это редко, в Москве-то откуда они понимают? И вот, значит, и вдруг, говорит, так, национальности, говорит, еврей, вот ты, е-мое, а думали приличный человек, понимаешь? Вот, и я с этим, как бы, с детства, и там, я наслушался, и там, мой шейжай в Израиль, когда там война была, там, шестидневная, на Ближнем Востоке, там, еще что-то, но я хочу сказать, что у меня были все основания, допустим, зациклиться, закомплексоваться, и так далее, но поскольку подавляющее большинство людей не только никакой враждебности не проявляло, но даже не понимало бы, о чем речь идет, если им сказать, что вот там какие-то евреи, кто-то их там притесняет, никто и не знал, что кого-то притесняет, кто знал, что немцев притесняют, кто знал, что калмыков куда-то там выселяли, или там турок-месхитинцев, да вообще, или там немцы там с Поволжья, говорят, какие немцы, какие Поволжья, откуда немцы в Поволжье, ну, кого интересует, я помню фразу, когда вот говорили, что надо бы, что надо вернуть крымских татар, я говорю, да какой бред, у них же есть татарская автономия, зачем же им в Крым, то есть вот такой уровень, как бы понимания, или там непонимания этих проблем, но вы себе можете сказать, меня это волнует, я от этого не могу жить, я там не знаю что, а мне сказать, да плевать на это все, я живу и живу, и мне хорошо, у меня есть жена, у меня есть там друзья, у меня есть моя собственная жизнь, и я не разрешаю какой-то дряни лезть в мою жизнь, я вас уверяю, что если вы хотите найти дрянь, вы ее найдете абсолютно в любой стране, вот нет такой страны, чтобы вы туда приехали, пытались найти дрянь, и не нашли бы, я бы так сказал, тут что у нас, самое смешное, что русские из Казахстана приезжают в Россию, а их там называют казахами, ну, а меня тут русским называют, вот я, надо всю жизнь был евреем, а теперь русский оказался, я замечательно почувствую так, русских казахами в России в шутку называют же, иногда не в шутку, не прижиться можно в любой стране, я то же самое считаю, это в значительной степени от тебя зависит, как в Москве приезжие добиваются большего, так как у них нет другого выбора, только вперед, в Москву попадают не все приезжие, так же как в Америку попадают не все приезжие, в Москву же не на Велфер едут, понимаете, вот если в Америку еще некоторые едут на социальные пособия, а в Москву едут пробиваться, то есть те, у кого больше энергии прорывной, конечно. Михаил, как себя чувствует Рустам? Так кажется, зовут парня с Алматы, он на практику выходит в компанию, не знаю, ну вроде, я не знаю, как он себя чувствует, но так вроде ничего, все, мы сейчас пытаемся его перевести на другой проект, в компанию, где бы ему захотели сделать рабочую визу, тут осталось вот, до 1 апреля осталось 3 месяца, поэтому у нас сейчас главный фокус, у нас вот, отправить его в такое место, у нас есть 3-4 компании, которые в принципе, ребят, которые к нам приезжают по J1, рассматривают на предмет делания им H1B, вот поэтому мы сейчас вот так с ним, такие задачи решаем. Насколько легко живется вегетарианцу в Америке? Я хочу сказать, что год назад я был несколько месяцев даже не вегетарианцем, я был веганом, а у меня диабет второго типа, и я был 2 недели, значит, в таком санатории, где учат диете, вот на форуме у меня есть блог, на форуме Говорим Про, и там есть вот рассказ, как я там был на этой диете, и я для себя открыл, вот год назад, полтора года назад, открыл вот этот мир, и я хочу сказать, что исключительно, исключительно, у меня в планах снятия видео, пойти на Фармерс Маркет, такой рыночек, здесь у нас в Маунтинью, пятый по размерам в Калифорнии, вот представьте, штат Калифорния, там почти 40 миллионов человек, и вот пятый по размерам, Фармерс Маркет, это происходит на железнодорожной станции, значит, они ее все оккупируют, там приезжают люди, торгуют органической едой, она подороже, чем неорганическая, но, в общем, и в целом вполне доступна, я не могу сказать, что там надо надорваться как-то, чтобы питаться такой едой, что еще сказать, вас никто не преследует, вас никто, над вами никто не смеется, больше того, вы можете прийти в абсолютно любой ресторан, и вы можете сказать, я хочу вот так, и вы ему скажете, что вы хотите, или чего вы не хотите, и вам тут же все это срубят, больше того, почти в любом ресторане есть вегетарианское меню, ну и веганское меню тоже есть, то есть веган, вы знаете разницу, Сюда между веганом и вегетарианцем. То есть вегетарианец, он не употребляет продукты животного происхождения, а веган, он еще жестче, на самом деле, у него. Поэтому веганом сложнее быть. Ты гораздо больше ограничен в том, что ты можешь кушать. В любом абсолютно месте я могу прийти, в Макдоналдс, я могу прийти взять салатик. Я-то еще при этом соли, сахара не ел, и масла, жиры. И тоже я совершенно прекрасно питался. Так, теперь, значит, как попасть к вам по G1? К нам по G1 попасть очень, как сказать, я бы не сфокусировался на том, чтобы к нам попасть по G1. У нас очень жесткие требования здесь. То есть я беру на G1 людей, про которых я понимаю, что они у нас годик побудут и легко получат H1B. То есть они уже, я тогда понимаю, зачем я это делаю. Я же не развлекаюсь там, и других не развлекаю. То есть приехал уже, давай тогда по-серьезному. Поэтому я хочу, чтобы этот человек имел программистское образование, айтишное, с тем, чтобы он квалифицировался впоследствии на рабочую визу. Я хочу, чтобы он поработал. Я хочу, чтобы он по-английски прилично говорил. То есть мало иметь вот этот вот драйв, сказать, я приеду, я на месте разберусь. На месте не годится. Вот ты дома разберись, тогда приезжай. Теперь у меня образование компьютер-сайенс. Ну и остался в США, изменив свой статус. Тут разные люди пишут, я не понимаю. Значит, если вы хотите по G1, вы не можете приехать и потом получить G1. Вы должны дома ее получать. Это свои тонкости, я сейчас не хотел бы. У нас есть отдельное видео про G1, кстати. Если вы посмотрите то, что мы писали там полтора месяца назад, у нас есть отдельное видео. Но, если вопросы есть, я их тогда подсоберу до кучи и ответим. Как люди относятся к правительству? Действительно ли интересуются политикой? Так какой человек, значит, как относится к правительству? Вы знаете, в США довольно много народу вообще на выборы не ходит. Поэтому вот так и относятся. То есть правительство, особенно федеральное, оно, конечно, влияет на многие вещи. Но, в общем и в целом, гораздо больше интереса у нас к местной власти. Вот, допустим, калифорнийская власть. Или, допустим, выборы в школьный дистрик у нас тут в городе происходят. Все время в Калифорнии, например, все время референдум. У нас тут такое законодательство, что все время референдумы и референдумы много чего решают. То есть не законодатели в Сенате калифорнийском, а вот народ. И вот мы активно ходим, ну потому что важные вопросы поднимают, вот мы ходим. Но опять, Калифорния просто такой штат, здесь очень много образованных людей, хорошо зарабатывающих. И, в общем и в целом, они более активны политически. Допустим, чем беднее люди, тем менее они активны политически. Новые иммигранты более активны политически, чем, например, люди, которые здесь родились и так далее. Как относится к правительству? Я даже не знаю, я вообще считаю, что неправильно относиться к правительству. Надо своими делами заниматься. И какое правительство не есть, но у нас есть дети, у нас есть... А что к нему относиться-то? Ну что? Я считаю, что это отвлечение от собственных дел. То есть я когда вижу, что люди о политике говорят, я вот увидел пьяного от идеи. Потому что ничего, кроме как поссориться у них не получится. Я не знаю, мне это не нравится. Я интересуюсь политикой, но я не в том смысле интересуюсь, чтобы, допустим, кого-то осудить или обругать, или с кем-то в диспут вступить. Я интересуюсь в том смысле, как мне свои вопросы по жизни планировать в тех или иных обстоятельствах. Это же внешние наши обстоятельства. Правда ли то, что в Америке нельзя детей до 15 лет дома оставлять без присмотра? Я уж за всю Америку не скажу, но вот у нас тут до 10 лет нельзя. До 10. Поэтому есть такой термин «бэбиситтер», то есть тот, кто сидит с бэби. И дети, которые старше 10 лет, они с удовольствием бэбиситят тех, которые младше. И вот где бы вы ни жили, вы увидите, что школьники очень подрабатывают бэбиситингем. Это очень принято. И как бы хорошо. Да, могут, если пожалуются в полицию, не дай бог, страшные последствия могут быть не положено. То есть люди оставляют, русские особенно, они этого не понимают поначалу. Они просто не понимают, что за это бывает. И насколько правильнее не связываться. Но, понимаете, наша ментальность, она специфическая. Мы настолько привыкли, что закон действует против человека, что мы как народ, как группа, как социум, мы объединяемся, чтобы вместе не подчиняться закону. Потому что первые, когда ты слышишь закон, думаешь, как обойти? В Америке как бы это неправильная форма мышления. То есть надо привыкнуть, какое-то время, понимаете, проходит. И ты начинаешь понимать, что закон тебя защищает. Чем хорошо соблюдать закон? Если ты не соблюдаешь закон, он тебя не защищает, понимаете? Вы не можете украть что-то и сказать, вот, или там, допустим, мы там с партнером вместе украли, а он со мной нечестно поделился. Вы не можете в суд пойти с этим. Вас опоих посадят. Поэтому честному быть выгодно, потому что закон тогда тебя тоже начинает защищать. И вот такой, ну, как сказать, такая метаморфоза в сознании происходит не сразу. Вот. Михаил, вопрос про жилье. Некий Юрий из Индианаполиса рассказал о трейлерном парке. Покупаешь трейлер от 4 до 50 тысяч долларов. Ну, вообще, и за 300 тысяч есть. И живешь. Но он ничего не сказал по арентную плату за землю и прочее. А что вы можете сказать по этому вопросу? К этому вопросу я могу сказать, что зависит сильно от того места, где ты находишься. Вот, может быть, в Индианаполисе или там в окрестностях Индианаполиса, так и вообще ничего земля не стоит. У нас тут, это может, ну, у нас не трейлерный, трейлер, это уж совсем примитивное. Здесь есть так называемый Mobile Homes или Manufactured Homes. Они достаточно приличные по площади, и они не стоят там от 4 тысяч. Они могут стоить, ну, если новый, он может стоить и 300 тысяч, а если он не новый, он может стоить там 80, 100, 120. Но аренда за землю стоит что-нибудь. Это не только ведь земля, там тебя трубами подключают к воде, там, к электричеству и так далее. Это может стоить и 700, и 800, и 1000 долларов. Ну, опять, от местности зависит. То есть где-то может быть 200, а вот у нас тут и больше. Вот, поэтому я хочу сказать, что есть люди, которым это нравится, но жить в трейлере – это нищенство. Понимаете, вот есть понятие нищий. И вот это люди, которые живут в трейлере. Люди, которые живут в Manufactured Home, это люди, ну, некоторые даже прилично зарабатывают, но вот им нравится, что там довольно много места в нем и так далее. Но это асфальтированная площадка. Понимаете, вот стоит дом на асфальтированной площадке, и вот ты дышишь этим асфальтом. И там все-таки жарко у нас тут в Калифорнии, и вот оно там прогревается. Я не знаю, ну, у нас есть такие, да. Я могу сказать, что это, я не знаю ни одного человека, который там живет лично. Я когда занимался страхованием, у меня было пару человек, которых я страховал, вот эти вот домики, в которых они живут. Но и вот из-за этого я это пару раз попал и посмотрел, и вот это мой такой опыт. Как относится к простым кодерам? К простым кодерам относится как к простым кодерам после 35-40 лет. Ваш возраст никто не считает. То есть, если вы приличный кодер, вам заплатят там как приличному кодеру. Если вы средний кодер, вам заплатят как среднему кодеру. Никого ваш возраст в этом смысле не волнует. Теперь. Какая специализация в QE на рынке труда сейчас наиболее востребована по сравнению с другими? Это какой-то очень частный вопрос. Я так даже не могу сказать. Сейчас такой рынок, что никаких не хватает. Поэтому, что... Какое направление? Мобильные системы тестируют. Очень быстро развивается. Автоматическое тестирование очень востребовано. Так. Теперь. По приезду. Есть острое желание переехать в США. Хочу купить гибридный автомобиль. Prius. Civic. Поощряется ли это в вашем штате правительством? Правительством нет. Но есть компании... Скажем так, было время, некоторое время назад, когда появились только впервые эти гибридные машины. И многие компании поощряли сотрудников. И машина тысяч на пять такая дороже, чем обычная. И вот я, например, знаю у нас подруга, она в Oracle работает. И ей от Oracle дали вот эти пять тысяч. Когда она купила эту машину. Но это не значит, что всем дают. Это значит, что там была какая-то своя очередь. Они сказали, там в год 200 человек, допустим, могут получить. И она пошла, купила этот Prius. Вы экономите на бензине немножко. Есть люди, которые из экологических соображений. Но я бы сказал, что сейчас как-то пропала острота. Было время как-то всех... Гибридный там, еще что-то. Сейчас как-то... Я не вижу, чтобы был какой-то ажиотаж или какой-то особый интерес с этим связанный. Но уж правительство вам точно ничего за это дело не даст. Это ваше личное дело. Вообще, отцы-основатели заложили в основу страны то, что правительство не лезет ни в свои дела. Правительство занимается только тем, чего граждане не могут сами решить. Вот это за армия, допустим, сбор налогов. Вот этим занимается правительство. Так, пошли дальше. Повторюсь. Ага, там был вопрос, мы не ответили. Насчет кредитной истории. Что делать, если вы просрочили выплату? Что насчет кредитной истории в своей родной стране? В тот момент, когда вы попали в США, кредитная история в родной стране не имеет никакого значения. Вот считайте, что у вас ее нет. Ну, она есть, в том смысле, в каком люди на вас смотрят, что она есть, что она нет, никакого значения не имеет. Она, можно сказать, не засчитывается. Была плохая, не засчитывается. Была хорошая, тоже не засчитывается. Вот ее нет, она как вытерта. Насчет кредита. Что делать, если вы просрочили выплату? Ну, что делать? Ну, надо как можно скорее заплатить. Если вы... Значит, понимаете, кредитная история, это история того, насколько аккуратно человек платит. Если однажды что-то произошло, все время что-то происходит, но вот бывает, что-то не сработало. Бывает, человек в отпуск уехал и там письмо не получил. Бывает, письмо пропало там с чем-то. Ну, понимаете, все бывает на свете. Но если вы систематически не платите аккуратно, то у вас проблема. Если вы систематически аккуратно платите, у вас нет проблем. Ну, бывает там, тут, там. Поэтому ничего такого нет. Если у вас банкротство было, это другой разговор. То есть вы, понимаете, вот человек купил дом за 500 тысяч, так, и дал 100 тысяч даунпеймент. 400 тысяч одолжил в банке. Дальше происходит такая история. Он, а в это время кризис произошел. И вот в том месте, где он этот дом купил, работы нет, люди уезжают, там дома свои бросают. Что-то там происходит, продать некому. И реальная цена этого дома сейчас, если бы он хотел купить, например, он мог купить этот дом, например, за 300 тысяч. А у него моргидж 400. И он говорит, да пошли вы все нафиг, говорит он. Ребята, вот вам ваш дом и делайте с ним, что хотите. А я пошел. Вот тогда у него проблемы, так лет на 10 ближайших, да, у него будут проблемы. Было время, когда, значит, это были проблемы на 7 лет. Сейчас, вот, значит, какие-то там были новшества, значит, увеличили там до 10 лет. То есть, насколько влияют вот такие вещи на вашу кредитную историю. Ну, вот и все. То есть, это не значит, что вы не сможете брать больше кредиты, если вы так по чуть-чуть. Но просто у вас интерес будет выше. Есть понятие такой кредит скор, да, то есть, ваши баллы кредитные. И, соответственно, чем выше у вас этот кредит скор, тем легче вам получать кредиты. Чем больше вы безобразничаете, тем ниже становится этот кредит скор. Я недавно на Википедии, если вы пойдете на Википедию, там есть про кредит скор, посмотрите. И вы увидите, там есть статистика, какой процент американцев имеет там какой кредит скор. Я был просто потрясен, увидев, что процентов свыше 70 американцев имеют очень приличный кредит скор. Я не знал, я думал, надо же, люди там, они простые, там еще. Что вы? Это следствие законопослушности. Это следствие некоторой этики, которая была создана, вот, ну, я думаю, еще со времен первопоселенцев. Вот эта вот протестантская этика, когда отношение к бизнесу, к людям, на которых ты работаешь и так далее. Вот это все. Поэтому никакой трагедии нет, если вы не хулиганите. Существует ли в США аналог российской прописки или временной регистрации? Вы знаете чего? Я про российскую прописку ничего не знаю. Я знаю про советскую, где вас просто на работу не принимали, если у вас не было местной прописки. То есть я понимаю, что они как бы говорят, что это носит регистрационный там характер, как бы там еще что-то. Но в таком смысле нет. Но всякий человек, когда он где-то живет, он в соответствии с местом проживания к чему-то приписан. Например, у него есть избирательный участок, он к нему приписан, потому что он там живет. У него, например, если он призывного возраста, то в принципе он должен как-то там на учете состоять. Я не знаю, я никогда не состоял на учете, я сюда приехал, мне было 35 лет, видимо, я уже был непризывного возраста. Или просто не знал, что надо быть на учете, я не знаю, я никогда не был. Но не то, что вы куда-то там переезжаете, вы должны куда-то пойти и там зарегистрироваться. В крайнем случае, если это какие-то военные дела, вы должны там зайти на веб-сайт, сказать, что я теперь живу по такому-то адресу и все такое. Но вы просто имеете в виду, что у вас же есть social security number, уникальный номерочек, который участвует абсолютно во всей вашей жизни. То есть они при желании щелкнули по этому, по клавише и по этому номеру вас нашли, где вы там есть все, что вы купили, где вы кредитной карточкой чиркнули. Если уж вопрос так стал, что вас надо найти, что вы, вас найдут. Здесь все очень сильно, так сказать, не то, что под контролем, но документировано. То есть если будет надо найти, найдут. Вот, поэтому нет. Я бы сказал, что аналога российской прописки или временной регистрации здесь нет. С исключением тех случаев, когда кто-то хочет абсолютно непохожее нечто назвать, а вот у нас такая прописка, а вот у них то же самое, хотя это близко там не стояло. То есть если человек хочет сказать, вот это прописка, ну пусть скажет. Я лично, вот если вы меня спрашиваете, то я лично ничего такого не знаю. Теперь мы переходим к некоторой вставке. Значит, вставку зовут Иветта. Да, а я закончил, кстати, вот с этим, с маленькими вопросиками. Это наша разминочка. Разминочка. Сейчас мы... Иветта, сколько времени нам надо? Сколько? 10-15 минут. 10-15 минут. Мы запускаем Иветту. У тебя файл твой где? Ваш, наш, при включении. Хорошо. Я на секундочку остановлю запись, а потом ее включим под появление Иветты. Секунду. Пошли, наверное, как же. Все, всем привет. У меня, честно говоря, нет с собой полного развернутого вопроса, но вопрос был как бы... То есть я его разбила на... То есть основная тема вопроса была основы рабочих отношений в Америке. То есть и этические, и как вести себя новому сотруднику. То есть вопрос был как бы в виде большого параграфа, который, в принципе, я разбила на маленькие подвопросы. То есть это особенности трудовой атмосферы, что принято, что неприемлемо, как вести себя новому сотруднику среди коллег по работе, особенности взаимоотношений подчиненных и руководства и корпоративная этика. Особенности трудовой атмосферы. То есть иерархическая демократия, скажем так. То есть, да, хорошо, хихикать не буду. Иерархическая демократия. То есть при всем при том, что достаточно народ дружелюбные и раскрепощенные отношения, тем не менее субординация существует, и ее надо поддерживать и всегда помнить об этом, даже если начальство с тобой практически понебратски относится. Всегда надо помнить о том, что подбор команды осуществляется не только с профессиональной точки зрения, но и с психологической точки зрения. То есть ищут специального человека со специальным набором человеческих качеств, чтобы команда сработалась, чтобы не было внутренних конфликтов или каких-то недовольств, или каких-то несовместимостей. В результате, естественно, основные качества, на которые обращается внимание, это стабильность поведения, стабильность, надежность. То есть если ты, как ты можешь держать свое слово, как ты выполняешь работу в срок, могут ли тебе поручить какую-то часть работы и не волноваться за эту часть работы. Можешь ли ты работать с командой. То есть именно здесь комбинация, что не то, что ты работаешь индивидуально и все сделаешь сам от начала до конца, а балансирование между тем, чтобы помочь всем остальным, чтобы не выделяться из команды, и в то же время быть полновесным, ценным работником в команде, которому могли бы поручить какой-то участок работы. Очень важный вопрос, по крайней мере, со стороны именно американских работодателей, это очень высокий уровень профессионального общения, сообщений. То есть практически все построено на системе коротких сообщений в виде имейлов, смс, пейджеров, месседжинг, видеоконференции, дистанционные митинги. Причем каждая компания, даже каждый отдел могут использовать свои какие-то, это называется, internal share folder или сайт, когда они пересылают целые какие-то файлы или документацию всей команде одновременно. И в основном все это происходит в письменной форме. И особенности трудовой атмосферы, то есть при всем при том, что, конечно, это рабочая обстановка в основном, но люди не забывают об отдыхе. Есть такое понятие, я назвала это культ поход отделов для сплощения коллектива, называется это off-site. То есть это твой рабочий день, когда тебе компания платит полный день зарплату, но при этом ты не работаешь, а всем своим отделом идешь и устраиваешь себе культурное мероприятие. То есть поход в ресторан, после этого в кино или в какую-нибудь там, я не знаю, игротеку. То есть в зависимости от бюджета компании или желания работников или сотрудников отдела. Очень приняты, естественно, кооперативные вечеринки, особенно на такие праздники, как Новый год, то есть какие-то годовые события, внутренние события компании, то есть достижение какого-то уровня на каком-то большом проекте, естественно, это сразу должно отметиться. То есть в зависимости от компании, конечно, компания какая-то маленькая, то есть могут просто написать благодарственное письмо, послать всем открытки или сделать какие-то мелкие подарки, могут выдать денежную премию, которая как бы не то, что как 13-я зарплата или денежная премия, а очень часто, то есть это в виде, допустим, это называется prepaid credit card, когда тебе просто компания посылает 300-400 долларов в кредитную карточку, которая уже оплачена, то есть это такой вот подарок от компании за твою хорошую работу. Или то есть какие-то мелкие, то есть в каждой компании есть еще как бы внутренний бюджет отдела, когда мелкие поощрения там в виде какой-нибудь билета в кино или то есть какие-то мелкие приятные вещи, то есть когда компания просто хочет выразить тебе свою признательность. Что принято? Сообщаться с коллегами и руководством в виде многочисленных коротких сообщений в течение дня. То есть это нормальная форма общения, даже если ты переговорил с человеком на словах, то есть лучше все это тут же перевернуть в письменную форму, чтобы это сохранилось в виде рекорда на тот случай, что если вдруг какое-то недоразумение или тому же начальнику, потому что он у вас один, а у него у вас много, и ему нужно тоже отписать своему начальству, что было сделано, какой прогресс в работе произошел в течение дня или еще что-то, или еще что-то. И то есть это очень удобная форма, когда у него все это в письменной форме в виде коротких сообщений от всех сообщений есть что сказать, и в результате ему легче просто не переспрашивать или перезванивать, или вдруг вы уже ушли, а сохранять это в виде коротких сообщений файлов. Очень важно, и это одна из основ, то есть то, что принято делать, это говорить и коллегам, и начальству, ну то есть всем товарищам по работе спасибо, и выражать свою признательность за оказанную помощь и услугу. То есть опять, это не в виде подарков, это не в виде каких-то материальных, я не знаю, или взаимоуслуг, это именно в вежливой форме тех же коротких сообщений, но если это форма CC, то есть чтобы начальство об этом тоже знало. То есть если вы кому-то говорите спасибо, важно, чтобы была ссылка, чтобы начальство это видело. Потом время от времени приносить домашнее или национальное угощение, то есть здесь очень просто во многих организациях, я работала как бы в пяти разных индустриях за 10 лет, и во всех местах это просто любимое времяпровождение, время от времени устраивать, это называется пхатлак, когда люди приносят домашнюю еду или национальные какие-то особенности кухни, или просто, я не знаю, печенье, что-нибудь купленное в каком-нибудь русском, немецком магазине. То есть это как бы, опять же, шаг навстречу друг другу, шаг навстречу коллективу. В случае призыва начальства поработать сверхурочно или в праздники, то есть это все происходит на волонтирной основе, то есть по разным положениям и госстандартам американского законодательства, они не могут вас принудить работать в праздники или там сверхурочно. Но я не говорю, что это надо именно взять за правило и поднимать руку каждый раз, когда начальство просит кого-то остаться попозже или доделать проект в срок. Но время от времени высказывать в доброжелательной форме, то есть говорить, да, я согласен, я могу вам помочь, я понимаю, что это нужно, делаю компании. То есть показывать лояльность компании, то есть это очень приветствуется и замечается, даже если это не замечается именно в форме, там, я не знаю, какой-то материального поощрения. То есть, естественно, вам за эти часы заплатят, но может быть даже не двойную оплату, а просто обыкновенную оплату. Ну, то есть иногда это нужно делать, если вы хотите прогрессировать в компании, в общем, да, страховать свое место в компании. Что неприемлемо? Приходить постоянно позже и уходить раньше. То есть это сразу становится заметным буквально в первый же месяц. И есть такое понятие free will, когда, то есть уход по собственному желанию, то есть это может быть от вас зависеть, а может и от компании зависеть. То есть независимо от того, что на пробном, на испытательном сроке вы находитесь или нет, закон о free will во многих штатах, то есть он действует постоянно, то есть на время всего соглашения рабочего. Проявлять халатность или незаконченность в работе. То есть это тоже в большой компании, конечно, вы можете продержаться месяц или два, прежде чем это народ действительно заметит. В маленькой компании это будет заметно сразу же и может стоить вам просто рабочего места. Неприемлемо обсуждать дела клиентов и компании в присутствии посторонних или в общественных местах компании, например, коридор, лифт, приемные. То есть много я знаю просто случаев из жизни, когда народ, просто не обращая внимания, там что-то рассказывал кому-то что-то, в этот момент незаметный тихий человек ехал с ними в том же лифте и оказывается, что он как раз есть руководитель, вообще генеральный руководитель и директор всей компании. И да, что? Да, то есть в добавлении, конечно, совершенно неприемлемо продавать и распространять информацию о компании. То есть я когда работала в госпитале, у нас лежали такие, скажем так, VIP-клиенты и медсестра, то есть не знаю из каких соображений, рассказала, то есть прессе, где окошко клиента, то есть она была уволена на следующий день. Преследование, то есть это называется harassment, причем это просто как бы целый спектр различных преследований, которые в принципе вам рассказываются сразу же по прибытию в новую компанию, то есть специально проводится тренинг, что приемлемо, что неприемлемо абсолютно в данной компании. То есть это может быть преследование и на профессиональной почве, или личной, или на сексуальной основе, или на национальной почве, то есть особенно если это какие-то расовые или национальные меньшинства. То есть с этим надо быть очень осторожно. Даже если вы ничего не имеете против людей другой национальности, то есть лучше промолчать или быть в компании людей, которым ты уже доверяешь. То есть как новый работник лучше себя с этой стороны вообще не показывать. Что неприемлемо? Частая смена настроений, то есть или допустим негативное отношение к работе, к процессу какому-то человеку. То есть даже если вы это чувствуете, то есть пытаетесь продержаться 8 часов своего рабочего времени хотя бы в нейтральном каком-то состоянии, потом вы можете выйти и прокричать воздух или принести это в свою семью, но на работе это лучше не показывать. Неприемлемо приходить на работу в вызывающей одежде. То есть в зависимости от компании. Я понимаю, с девушками этот вопрос решается легко, там 4 расстегнутых пуговицы, то есть это уже как бы неприемлемая форма. С мужчинами это как бы такое более расплывчатое понятие, но тоже в каких-то компаниях более таких молодежных, демократичных, то есть это даже приветствуется прийти в каких-нибудь шортах или рваных джинсах или ходить босиком целый день. В каких-то компаниях это просто неприемлемо. Я не говорю, что особенно в Silicon Valley, то есть вы не найдете такого, что надо приходить на работу в галстуке и в пиджаке каждый день. Но, допустим, одежда должна быть аккуратной, без пятен или, не знаю, без дырок, то есть прическа должна быть адекватная, то есть или если она взлохмаченная, то артистично. Да, чтобы видно было, что человек потратил много времени на эту лохматость. То есть приходить на работу в неприглядном виде лучше не приходить. То есть можно просто сразу позвонить и сказать, что у вас случилось несчастное пищевое отравление или ребенок заболел. То есть можно придумать массу каких-то отговорок и причин, почему вам вдруг срочно по уважительной причине вы не пришли на работу. Вот, но лучше, если, допустим, была большая, так сказать, нерождественская пати, то лучше переждать этот период дома. Во многих компаниях неприемлемо принятие подарков от клиентов. То есть если это мелкие подарки, там цветы, конфеты, то есть они просто выставляются на общественный стол. И если это какие-то денежные чеки, то есть они переводятся просто насчет компании. Вот как в больницах, то есть это была просто тема номер один. Многие клиенты пытались тебя отблагодарить просто с помощью чеков. То есть эти чеки просто сдавались сразу менеджеру, чтобы проблем не было. А проблемы могут быть просто, то есть что потом тот же пациент может сказать, что я же вас отблагодарил. Вот, то есть с этим очень надо быть осторожным. Как вести себя новому сотрудников среди коллег по работе? То есть любая работа начинается со знакомительного процесса тренинга, со спецификой процессов производства и документации. В зависимости от компании, то есть это может быть просто один день, а может быть и целую неделю, то есть если компания большая. Вас знакомят не только с документацией, а с различными регламентированными процессами, то есть что, опять же, приемлемо, что неприемлемо. Вы проходите это специальный тренинг, то есть как вести себя с сотрудниками, как вести себя в различных ситуациях, если возникают конфликтные ситуации. То есть этому уделяется очень большое внимание. Потом новичком считается работник в течение первого месяца. То есть не надо бояться, что если у вас в первый день что-то не получилось, или даже в первую неделю вы там не вошли, не вписались в процесс, что все, это конец, вас завтра вызовут и скажут, не приходите больше на работу. Очень лояльно относятся к людям в первый месяц работы. То есть проводят с ними дополнительные учебные занятия, спрашивают, все ли понятно. Прикрепляют обычно наставника или человека с опытом, который может ответить на ваши вопросы. А вопросы предполагаются, что должны у вас возникать. Здесь должна быть золотая середина. Вы не должны задавать вопросы каждые 5 минут, но в то же время не задавать вопросов вообще, это тоже плохо, то есть как бы себе на уме получается. То есть вы совершенно со спокойной совестью можете ожидать помощи команды. То есть в первый месяц вы можете, если вы, то есть всегда вам помогут. У меня не было такого случая, чтобы кто-то отказался мне помочь. Потом, то есть не надо в первый же день ходить, просто обходить всю компанию и здороваться со всеми и представлять себя самому. Это обычно делает или начальник, или он делегирует специального человека, который показывает вам всю компанию и предоставляет вас официально всем лицам компании, или же тем лицам, с которыми будете соприкасаться по работе. То есть если компания большая, зачем вам себе 300 человек? Потом очень важно, даже если вы после первой недели работы увидели много разных недоделок, несоответствий, то есть у вас возникают в голове кучи идей, как у человека, пришедшего со стороны, свежего человека, что можно сделать, чтобы улучшить процесс, что нужно сделать, чтобы улучшить процесс. То есть не надо выдавать пакет рациональных предложений, даже если они действительно нужны изначально. Как вести себя новому сотруднику среди коллег по работе? Не понебратствовать, но быть всегда приветливым и готовым помочь. Не задавать неподготовленные вопросы. То есть особенно если, как сказать, ты не уверен в предмете, то есть лучше посидеть дома, посмотреть в интернете, изучить, я не знаю, специальный профессиональный лексикон, что если ты задаешь этот вопрос, чтобы народ не смотрел на тебя странно, а чтобы эти вопросы были заданы с профессиональными словами, специальным подбором предложений. Не задавать одни и те же вопросы одним и тем же людям. Это big non-a. То есть на следующий же день об этом будет знать весь отдел, что вы просто не запоминаете информацию и что, то есть вы спрашиваете одни и те же глупые вопросы у одних и тех же людей. Не задавать вопросы через каждые пять минут по мере их поступления, а собирать их в письменной форме, лучше всего в письменной форме, и задавать их в конце дня или, то есть могут быть с вами специально устраиваться короткие митинги в течение дня с наставником или с каким-то членом команды, где вы, опять же, сразу выдвигаете пакет ваших вопросов или, допустим, по какому-то одному направлению. Если собрано наблюдение, предложение и душа рвется помочь компании, то они должны быть предоставлены в очень корректной политичной форме со специальным подбором английских глаголов. То есть не дай бог там написать вы need, вы must и так далее, you need. То есть всегда сразу себя ощущать членом команды, членом компании, то есть не употреблять, что это you, то есть вы отдельно, а я вот пришел, человек новый со стороны, и вижу, что у вас тут не в порядке. То есть можно рассказывать, то есть я написала как бы примеры английских выражений, то есть когда вы описываете ситуацию, то есть вы употребляете слова my observation, my concern, would like to bring to your review, would like to ask for your opinion and advice. То есть именно в такой как бы полупросительной, полувопросительной форме. Но это корректная политичная такая форма, что вы даете возможность начальству объяснить, отступить или сказать, что это не время. И в принципе это у меня есть логическое объяснение, потому что вы пришли, и у человека новый со стороны, и они ждут от вас каких-то предложений или еще что-то, но в то же время вы не видите проекта целиком, или там допустим, куда компания идет и развивается. И поэтому лучше это именно в плане полупросительным предлагать начальству. Особенности взаимоотношений подчиненных и руководств. В принципе, я думаю, что они такие же, как в России. То есть должна быть золотая середина и умеренность во всем. Очень важно это настроение. То есть не то, что американская улыбка, постоянно улыбаться, шутить налево-направо, но стабильность поведения. Если вы не показываете, что сегодня у вас плохое настроение, завтра хорошее. Стабильность и готовность помочь начальству выполнения задания в срок и в рамках проекта, стабильность, чтобы… Это называется словом «реабилити». Не надо улучшать и совершенствовать процесс. Реабилити, да. То есть не надо улучшать и совершенствовать процесс. То есть начальство виднее с точки зрения проекта в целом, а не вашего одного участка работы. Очень приветствуется дружелюбие и юмор. То есть во время интервью часто задаются такие как бы а-ля провокационные вопросы, чтобы посмотреть на вашу реакцию, как вы воспринимаете шутки. И инициатива дружбы, она в большинстве случаев исходит от начальства. То есть держать руку на пульсе. То есть если начальство к вам расположено, и какие-то более-таки уже выходящие за рамки только профессиональных отношений, ну, значит, вперед, и флаг вам в руки. Значит, начальство вас приветствует и любит. Хотя, если это как бы отношения полов, то здесь надо быть очень осторожным, потому что любые а-ля романтические отношения на работе не приветствуют вам. Не приветствуются, и во многих компаниях даже есть запрет на какие-либо романтические отношения не только между начальством и подчиненными, а вообще между сотрудниками. И вплоть до того, что если такие отношения становятся явными, то один из сотрудников должен быть, ну, не уволен, но должен уйти по собственному желанию. И здесь дело не в том, что, то есть кому какое дело до личных отношений, а здесь именно в том, что одна из сторон в один прекрасный момент, не дай бог что-то между ними произойдет, какая-то ссора или что-то еще, может подать на отдел кадров, на компанию или на сотрудника, опять же, на так называемый harassment, то есть преследование, допустим, сексуальное. И чтобы таких инцидентов избежать, многие компании просто, у них есть своя полиси, что никакие романтические отношения между сотрудниками не приветствуются. Корпоративная этика. В основном, то есть не решать конфликтные ситуации самому, а обращаться к своему непосредственному начальству, оно для этого и поставлено, чтобы как бы быть такой арбитрарной стороной и решить конфликты с минимальными потерями для компании и для команды, не доверять всем и всем с первого дня, то есть слушать и не высказываться. Вот, и дело здесь не в осторожности, а именно в том, что многие иногда члены команды, особенно в интернациональной команде, они пытаются вас спровоцировать, посмотреть на вашу реакцию с разных сторон, то есть там, допустим, по большому секрету рассказывают вам какую-то не совсем этичную ситуацию, и в этот момент нужно себя повести корректно. Не говорить плохо про прошлые места работы – это тоже очень большой такой вопрос. То есть вообще не высказываться, не дай бог, плохо о своей компании, ни среди сотрудников, ни за пределами компании. Высказывать интерес к учебному процессу и развитию дел в компании и, в принципе, показывать гордость за свою компанию – это всегда приветствуется. Это как бы основа корпоративной этики. Как бы это все. Я надеюсь, что я ответила на вопрос. И желаю вам удачи. Да, мы поблагодарим Иветту. Я хочу добавить, как-то раз я был в компании, и там был парень, он работал в организации, которая занимается созданием порно-сайтов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да или нет? Слышно да или слышно нет? Да, отлично. Давайте я заново расскажу. Так вот, значит, он объяснял разницу между сексуальными домогательствами в нормальной организации и у них. Вот сидит девушка, никого не трогает, там работает со своей порнухой. Тут подходит мужик и говорит, «Слышь, подруга, пойдем трахнемся». Она говорит, «Да вали, вали отсюда». Да, это нормально. То есть в любом другом месте уже бы там начались страшные вещи. Вот. А, значит, тут пока нормально. Потому что девушка, которая целый день смотрит порнуху, не может сказать, что ее ранило там предложение, какого-то такого плана. Но, если ему сказали, «Вали, вали отсюда», а он приходит и говорит, «Нет, ну все-таки, ну как же, и еще не будет, не дай бог, там еще и потрогает ее». Вот. В этот момент он уже перешел некоторую грань. Вот специфически вот для вот этой организации. Вообще, секшуал харассмент – это большой бизнес тут. И адвокаты работают, и законы, и политики там, и сколько народу вообще на этом деле поговорили, страшное дело. Итак, мы движемся дальше к нашей основной презентации на сегодняшний день. И эта наша презентация касается… Давайте я открою файл. Значит, того, как искать работу в США и за пределы в США. Так, что там опять звук, что ли, нет? Есть. Ну, и отлично. Так вот, вот у нас тут я какие-то подготовил, не знаю, картиночку такую. И давайте мы посмотрим. Значит, первое, что я хочу сказать, вот есть такой принцип, да, «No English, no job». Я все время вижу людей, которые говорят, «Вы знаете, я вот приеду, я быстро подхвачу, я за пару месяцев подхвачу, я там, я вообще…» Странные люди бывают. То есть, нет такого в природе. Если вы действительно что-то хотите, вы должны знать язык уже. Понимаете? Вы должны знать язык уже. Без того, чтобы вы знали язык уже, с вами разговаривать некому. Ну, просто некому. Вот. Поэтому, значит, мы… Я к тому, чтобы мы к этому не возвращались просто. Да, значит, теперь, детали в отдельной теме. Да, у нас есть тема, я только что создал на форуме, на школьном. Так, вот давайте я туда пойду сейчас. И в разделе, там, видеоканал Silicon Valley Voice, это forumpartnow.com. Слэш форум. Значит, я сделал тему. Называется «Поиск работы в США. Воркшоп». Дело в том, что мы сейчас обсудим кое-что. Но, на самом деле, у нас будет очень-очень много деталей. Вот. Так что, мы вот здесь будем эти детали обсуждать. И я по ходу дела уже упомяну, что и как. Итак, значит, возвращаемся. Резюме. Значит, вот такие с буллетом и подчеркиванием, это такие, как бы, основные шаги. Шаг номер один. Без того, чтобы у вас было резюме, вы не можете искать работу. Я вот какой-то, вчера что ли, позавчера, не помню, какой-то из Индии, господин, значит, мне пишет там, в скайпе ко мне попросился. Я говорю, заходи. Он говорит, я преподаватель там по тестированию. Я говорю, и чего? Он говорит, вот работу ищу. Говорит, вот, может быть, вам нужно, чтобы кто-то там вам учил. Из Индии у меня учить бы. Но дело не в этом. Дело в том, что сама мысль о том, что он может сказать, нет ли у вас для меня работы, без того, чтобы резюме прислать. Понимаете, это мысль человека из страны, даже не третьего мира. Это какой-то, я уже не знаю, четвертого, пятого или шестого. Я не знаю. Это какая-то некапиталистическая экономика, нерыночная. Я не знаю, что он себе думает. Но сама по себе мысль о том, что можно получить работу без того, чтобы иметь резюме, ну нет, ну, наверное, можно в ресторане где-нибудь там уборщик, посуду мыть. Конечно. Но не работу на H1B или то, о чем мы сейчас говорим. Значит, у нас есть статья на эту тему. У нас, в смысле, я написал когда-то статью. Я на самом деле даже несколько написал. У меня есть одна в журнале компьютера в 2002 году. У меня был там в паре номеров. Вот. Я покажу ссылку. Значит, теперь у нас есть образцы резюме. То есть, мало того, что написано, как делать. У нас есть еще образцы. Где у нас образцы? Когда вы пойдете на сайт портнов компьютерскую, вот это вот, портнов.ком, если вы немножко вниз, тут, значит, scroll down, и здесь внизу, в меню, вот написано QA Resume Samples. Но там не только QA. Вот я когда туда отправлюсь, я специально так крупненько сделал, чтобы вам видно было лучше. У нас тут большой список профессий айтишных. И по каждой профессии есть какие-то резюме. Ну вот, допустим, если я пойду на Unix администраторы, ну их там, допустим, 15, 14, 16. Вот такого порядка. Я уже не говорю о том, что вы можете просто пойти, например, там на Google, да, вот, набрать Google, и, например, на Google сказать, ну, заказать какой-то поиск. Ну вот, я бы, например, так искал. Я бы сказал free, да, free. Ну, допустим, Unix админ. Ой, нет, что-то тут у меня не получилось. Секундочку. Free. Unix. Админ. Резюме. Samples. Резюме Samples. Пожалуйста. Смотрите, как интересно. Вот у нас, прямо вот моя ссылка вышла. Видите, партнов.com, там, free. Резюме Samples. Пожалуйста. У меня там очень большой трафик, кстати, где-то 20 тысяч посещений в месяц. Вот на эту коллекцию резюме, которая есть там на этой страничке. Поэтому есть очень много резюме, практически по всем направлениям. И я не хочу сказать, что они какие-то идеальные. Я просто хочу сказать, что вам дается живьем колоссальный набор лексических единиц. Конечно, эта коллекция делалась какое-то время назад. Может быть, они там не самые последние, я не знаю. Но для начала. Вот. Поэтому все начинается с резюме. Вот что я хотел сказать. У нас есть образцы на partnov.com. И у нас есть видео. Я год назад вел вебинар по тестированию программного обеспечения. Вот он здесь лежит, на partnov.com.ru. Давайте я зайду туда и, может быть, вам что-нибудь покажу в этом месте. Partnov.com.ru. Там, помимо тестирования как такового, есть довольно много всего, связанного с поиском работы. Например, вот этот, ресурсы и ссылки по курсу. Вот сверху. И тут начинается. Вот слабые места. Вопрос на интервью. Как отвечать на вопрос о том, какие у тебя слабые места? Поиск работы в США. Общие вопросы. Вот это то, без чего даже подступать не надо к процессу. Начните с того, чтобы это посмотреть. Дальше идет. Как найти вакансии на DICE? Это прямо вот здесь сверху висит. Кодирование профайла ключевыми словами на DICE. Это азбука успеха. Если вы будете это делать, вы будете в 10, в 50, в 100 раз успешнее, чем люди, которые этого не делают. Это все равно, как вот, допустим, знаете, какой-то анекдот был, как на зоне играли там вот эту игру, где это поле чудес. И проблема в том, что одни просто букв всех не знают, а другие вроде все буквы угадали, прочесть слово не могут. Это то, как ищут работу люди, которые обошлись вот без этой информации, которая вам здесь дана. Разбор резюме. Вот мы разбираем резюме. Вот я на примерах там на живых показываю, как хорошее резюме, как плохое. Вот статья в компьютере. Ссылочка на нее. Вот. Что еще? Если мы вниз пойдем, тут где-то у меня 9-10 урок, там было всего 10 уроков. Ну вот 9-й урок. Мы разбираем американское резюме. Вот у меня презентация, вот к ней видео. Некоторые в виде файла они к себе грузят там на лэптопчике и там смотрят оттуда. Поэтому так вот идет. Теперь и 10-е занятие про сопроводительное письмо. Так. И еще вопросы на собеседование, как отвечают. Но я уже не знаю. Уже все сказано. Ребят, вы не находитесь в ситуации, когда вам нужно что-то изобрести. Вы находитесь в ситуации, когда вам надо просто следовать каким-то там вот шажкам, которые все расписаны. Я даже не хочу сейчас в это лезть, просто потому, что если человек действительно что-то хочет и, например, у него проблема прочесть или там видео посмотреть, наверное, он не очень хочет и нам, ну, как бы нет смысла в это дело углубляться. Теперь, стажировка. Это имеется в виду те, кто по J1 хотят на стажировку попасть. Значит, вы должны в этом резюме сказать, что у вас есть разрешение на стажировку. Вот прямо открытым текстом. Мы в нашем воркшопе сформулируем, вот там, где я на форуме ссылочку дал, мы можем конкретно уже там смотреть. Вот, но идея в том, что прямо скажите, есть право там, да, чтобы не пугать народ. Сопроводительное письмо. Значит, у нас есть видео. Мы должны написать его самостоятельно. Вы должны написать самостоятельно, а я потом, ваше самостоятельное, с удовольствием буду править, да, вот там, в нашем этом воркшопе. Но что я хочу сказать? Слово самостоятельно, исключительно важное слово. Как только вы пойдете искать образцы этих писем, где-нибудь на интернете, оно перестанет быть самостоятельным. Чужие мысли, чужое безмыслие захватят вас, скрутят, и вы будете выглядеть вот таким же абсолютно неадекватным и ни на что как бы, ну, не хочу грустного говорить. В общем, грустно будете выглядеть. Значит, теперь давайте я попробую какой-то план набросать. Значит, вот, да, я сказал, что надо план дать. Вот я говорю, план. Вот давайте набросаем некоторый план. Сейчас я на русский язык переключу. Отлично. Значит, что мы говорим первое в нашем сопроводительном письме? Мы ни в коем случае не повторяем то, что есть в резюме. Это не нужно. У людей, имейте в виду, нет особо времени читать ваши сопроводилки. Поэтому там пишется что-то кардинально важное, абсолютно не видное из вашего резюме. Значит, вы говорите, что, значит, цель ваша, цель, ну, давайте так, мы скажем, кто вы, да, кто я. И вы говорите, что у меня, допустим, там, я имею, значит, образование определенное, образование, какой-то опыт работы. Опыт работы может быть даже у выпускника колледжа, он в конце концов курсовые какие-то работы, проекты делал. Он, может быть, параллельно с работой подрабатывал. Он, может быть, там, на сайте utest.com тестировал какие-то там аппликации, где-то был бейтатестером. Я не знаю, но полно всего. В open-source проектах участвовал. Поэтому, кто я? Значит, какое у меня образование, какой у меня опыт. Второе, вы говорите, что я хочу? Что я хочу? И что вы на самом деле хотите? Вы хотите профессиональный рост. Это то, что вы хотите. Вы не говорите, я хочу такую работу, где бы мне потом дали рабочую визу, а потом сделали мне грин-карту. Не-не-не, вы говорите, профессиональный рост в американской индустрии и так далее. Вот, двигаемся дальше. Значит, это то, дальше вы им говорите, что, это мы сейчас про стажировку как бы, да, там проще немножко. Вы говорите, я могу прибыть, так сказать, да, приступить, приступить к работе через два месяца, ну, в течение, там, двух месяцев, да, два месяца, если мы договоримся. Это хорошо, потому что люди не знают. Следующее, вы говорите, что, значит, зарплата стажера, зарплата стажера не ограничена снизу, потому что они все знают про рабочую визу, не ограничена снизу. И я претендую, да, надо сказать, на что вы претендуете. Дело в том, что если вы какую-то приличную профессию имеете, ну, я не знаю, программист, админ, там, и так далее, никто не ожидает, что вы будете за 10 долларов в час работать, честно. Я претендую на, ну, скажите, сколько, ну, я не знаю, там, допустим, 20 долларов в час. На 20 долларов в час вполне можно жить. Если ваша задача не заработать на квартиру, там, в Нижневартовске, а ваша задача получить рабочую визу и так далее, то 20 долларов в час – жуткие деньги. То есть можно, вы будете хорошо питаться, у вас будет, так, нормальная крыша над головой, там, и веселая компания. Вот примерно так, да, и вы говорите там дальше, больше информации. О визе, там, можно найти тут. И там дадите какую-нибудь, там, ссылку, где чего пишется. Вот это все ваше письмо. Надо быть предельно четким. Вот это тот план, с которым вы идете. Содержание у каждого из вас разное. Вот, ну, и так далее. Вот это примерно ваша история. Теперь, сопроводилок. У нас очень интересное видео здесь есть про сопроводительное письмо. Мы там довольно много времени разбираем, я показываю логику, структуру и так далее. Теперь, тут нам говорят, что на DICE в основном хотят work as a realization. Там можно как-то отсеять это. Это технический вопрос. Мало кто чего хочет. Вы так тоже, вы так говорите, как будто они хотят, а вы ничего не хотите. Вы тоже что-то хотите, все что-то хотят. Ну, это не вопрос. Нельзя, то, что вы видите на DICE, нельзя принимать как, как сказать, face value, за чистую монету. Там определенная игра идет. Это вот как вы с девушкой знакомитесь, там, что вы делаете сегодня вечером. И она понимает, что вас не вечер интересует, и что она делает, а еще что-то. Ну, вот такой диалог такой. Понимаете, вот, вы говорите, они говорят, а у вас есть work as a realization? Вы говорите, а у нас еще кое-что есть. Поэтому, еще раз, это некий процесс. Нельзя воспринимать буквально. Вопрос. Знать язык уже. Это разговорный? Знание правильного написания многих слов или где-то чем-то можно пренебреть? Знать язык – это быть функциональным. Вот в той профессии, по которой вы хотите на работу, значит, вы должны понять, что вам сказали. Вы должны изъясниться так, чтобы вас поняли. И все. Ну, вам простят шероховатости. Вопроса нет. Слава Богу, тут мало кто без шероховатостей. Вы пойдите на завод какой-то, вот там, где вы живете, пойдите на завод, послушайте, как рабочие разговаривают. Я вообще помню, знаете, когда эта советская система подходила к концу, эти съезды начались, и там депутаты говорили непописанному. Понимаете? Я ахнул. Там кроме университетских профессоров, и там, может быть, журналистов, писателей, все остальные говорили так, что возникало сомнение, что это их родной язык. Понимаете? Кто из людей, для которых русский родной язык, маломальски прилично говорит на русском языке? Ну кто? Это же единицы, понимаете? Ну, в процентном отношении мизер. Если в стране сто лет назад пять процентов населения умели читать и писать. Ну, и большинство из них истребили. А здесь вообще со всего мира народ понаехал, как китайцы говорят, как индусы говорят. Что вы его... Вам простится много. Но имеется в виду, что разговоры, типа, я там слабовато, ну вот вы меня привезете, а я там быстро подхвачу. Вот этого нельзя говорить. Это, ну я не знаю. Это все равно, как вот тут сейчас на форуме там ссылку, вот не в форуме, здесь в группе ссылку давали там события в США какие-то, а ссылку он дает там на украинский веб-сайт. Ребят, товарищ, если вы хотите о жизни в Америке говорить, и чтобы к вам серьезно отнеслись, а не отмахнулись сразу, вы не можете давать ссылку на украинский веб-сайт. Дайте ссылку на американский. Ну, кто же... Как вам в голову вообще пришло читать украинский веб-сайт о жизни в США? Это же надо было додуматься. Ну, американский номер телефона через Skype. Ребят, это делается, это не сложно. Значит, может быть, из тех, кто сейчас слушает нас, у кого-то уже есть такой... Сколько у нас тут сейчас? Вот 31 человек. Значит, вот, может быть, у кого-то уже есть американский номер телефона в Skype. И это как бы рутинный процесс. Значит, если вы хотите и не знаете как, значит, мы обсудим как, и это не вопрос. Значит, те, кто на стажировку. Значит, стажировка делается через спонсоров. То есть, есть там несколько десятков американских организаций, которые имеют статус такой, который позволяет им оформлять вот этих стажеров. Соответственно, значит, что вам нужно? Вам нужно найти представителя этих спонсоров. Это обычно те же самые организации, которые занимаются work and travel. Вот турагентства обычно, да, или туроператоры какие-то. Вот посмотрите у вас там на местности. Кто есть? Кстати, не обязательно на местности. Но существенно, чтобы они знали консульский процесс. Поэтому, если, скажем, вы живете в Российской Федерации, желательно, чтобы этот агент был в Российской Федерации. Если вы живете на Украине, вам лучше такого иметь на Украине. То есть, они знают специфику прохождения интервью там и здесь. Хотя, в целом, мой опыт вообще с прохождением интервью на Украине по любой визе, вот кроме, может быть, H1V, очень грустный. То есть, там просто режут, как я не знаю что. Поэтому, значит, договориться с местным агентом. Что это значит? Прийти и сказать, послушай, я сейчас начинаю искать визу, работу по визе J1, там, 3 НИ. Я найду контору. Они меня спросят, как будем процессинг делать, так, как будем оформлять. Значит, мне нужен кто-то, кто бы оформлял. Значит, вы за меня беретесь, я найду. Тогда скажите мне, какие документы нам нужны. Они вам дадут список документов, вы все должны подготовить. Там должен быть ваш диплом, там, может быть, я не знаю, там, что там с этим диплом надо еще делать. Но есть некий набор документов. У людей, по моему опыту, уходит от недели до двух, вот у вас, или таких, как вы, уходит от недели до двух собрать эти документы. Ну, так соберите заранее, вы сэкономите 2 недели. Если вы на 2 недели раньше начнете работать, даже за 20 долларов в час, значит, вы 80 часов проработаете за 20 долларов в час, вы получите лишних 1600 долларов. Что тоже не так плохо, в общем-то есть. Вот, приедете раньше и так далее. И нанимателю проще с вами дело иметь, он же, он будет вас ждать там не 3 месяца, а там, может быть, 2, если вы подсуетитесь и все хорошо сделаете. Короче, надо найти организацию, через которую вы это будете делать. Может быть, не одну организацию, может быть, две. Для подстраховки, мало ли что. Отработать все компоненты общения. Что это значит? Это значит, что когда вам начнут писать имейлы, когда вам начнут звонить, понимаете, когда вам скажут, расскажи об этом, расскажи о том, вы не должны тренироваться на тех людях, которые реально для вас работу имеют. Понимаете? Значит, вы должны тренироваться на других людях. И вот я здесь говорю, что вы должны, ну, хотя бы 2 недельки репетировать вот эти ответы на живом рынке. И что такое живой рынок? Вы берете резюме свое, пишете, что вы живете там где-нибудь в Филадельфии или там в Нью-Йорке или не знаю там где. Вот. И ищите работу в Соединенных Штатах, чтобы вас там не отличить было. И это игра. Просто игра. Но дальше вам начинают звонить. И вы, ну, вот у нас ребята здесь, которые от 20 до 30 звонков в день получают. Поэтому вот это то, что с вами будет происходить. И когда вам 20 раз в день зададут одни и те же вопросы, да, расскажи о себе, почему ты ищешь работу, сколько ты хочешь, а как ты сюда, вы через 2 недели, значит, от вас начнет отлетать, как, понимаете, горох от стены. Там, когда мне бросают много. Так вот, вы должны прийти вот в это состояние. Понимаете? Вот. Грубо говоря, когда к вам подойдет настоящий наниматель, вы ему раз подсечку. Вы не тренируетесь на нем в выполнении подсечки. А вы ему так раз подсечку, он, а вы ему через бедро, и все, он ваш. Он уже на лопатках и стучит рукой по ковру. Теперь, значит, это очень важный момент. Очень важный. Я вот сейчас ребят, которые у нас тут учатся, на кемпусе, я их отправляю куда-то вот там подальше от местности, от нашей, чтобы они пару недель их там подолбали. Потому что даже когда мы их тут на интервью сами посылаем, уже хочется, чтобы они битые были, а не какие-то квелые. Следующий момент. Отработать вывешивание резюме и поиск позиций. У нас есть видео. Вот там на портновком слэш-роу. Висит видео о том, как вывешивать резюме на DICE. У вас кроме DICE еще будет Monster, Career Builder. Они такие же, как DICE. Ну, то есть там есть небольшие различия, но они примерно такие же. И Crackslist. Про Crackslist мы можем отдельно поговорить, как это делать. И дальше у меня есть 4 видео на английском. В моем онлайновом классе, который я учу, там у меня есть на английском языке. Они, как бы сказать, конфиденциальные. Они не вывешиваются на всеобщее обозрение, потому что там очень много специфической информации идет. В некоторой степени они пересекаются с тем, что у нас есть на русском. Поэтому я индивидуально, вот те люди, которые придут в эту точку, то есть они скажут, я готов, вот у меня резюме. То есть я понимаю, что они не дурака валяют, а по серьезному разговору идет. Я им дам доступ. Бесплатно. Мне ничего не надо. Просто я, как сказать, я не могу некоторые вещи вот так широко в публику бросать, которые не подготовлены. Это раздается для тела, не для баловства. Теперь. Создание нетворка через LinkedIn и Одноклассники. Что происходит? Есть невероятное количество людей, практически неограниченное. На практике неограниченное количество людей, к которым вы можете обратиться индивидуально к каждому и сказать, товарищ, вот вы работаете в этой области, а я как раз ищу там практику, там туда-сюда, можно вас с парой вопросов потревожить? И дальше вы начинаете с ними как бы немножко профессионально дружить. Вы можете сказать, а что ты скажешь про мое резюме? А есть ли у вас в компании практиканты по визе, там, J1? Да? А что бы ты мне посоветовал? Причем, когда вы идете в LinkedIn, я не знаю, насколько вы знакомы с LinkedIn, но если вы не знакомы с LinkedIn, значит, вы должны создать там аккаунт. Сейчас вы можете создать просто аккаунт, ничего не заполнять. Когда у вас появится резюме, вы сделаете такой аккаунт, который адекватен вашему резюме. Он с ним корреспондируется. И если я пойду, например, на LinkedIn, я вроде бы тут зашел туда сам, у меня аккаунт есть. Значит, вы можете пойти на LinkedIn и сказать, вот я не людей ищу, а я ищу группы. Группы. Какие группы? Я не знаю, какие бывают группы. Давайте скажем Java и посмотрим, что у нас вообще есть. Java Developers. 140 тысяч членов. Это хорошая группа. 140 тысяч. Там есть еще 48 тысяч, там какие-то 27 тысяч и так далее. Но, пожалуйста, вот есть группа на 140 тысяч человек. Значит, в чем прелесть группы на 140 тысяч человек? Когда вы войдете в эту группу, вы когда ее возьмете, можете сказать, хочу вступить. И вас либо автоматически примут, либо через пару-тройку дней вас включат в группу. Внутри группы вы можете обращаться к каждому человеку, который там есть. Некоторые просто блокируют, чтобы к ним нельзя было обратиться. Ну, нельзя так нельзя. Но в основном можно. Конечно, из этой группы 140 тысяч членов, может быть, там 80 тысяч из Индии. Но достаточно много и в США. То есть, вам даже если там 20 или 30 тысяч из США, ребята, вам хватит. Вы можете поискать там соотечественников. Вы можете поискать еще по каким-то признакам. Я уж там не знаю. Значит, когда вы будете делать поиск, поиск надо делать advanced. Не вот просто там простенький, а advanced. Вообще, учите использоваться LinkedIn. Это очень хороший навык полезный. Потому что без LinkedIn вот эта задача практически не решена. Ну, то есть, решаемо, если вы какой-то очень senior level, но уж такие крутые, как я уже не знаю, что крутые. Конечно. Конечно. Но если это не так, то вот идите напрямую к людям. Группы, вот я здесь пишу. Значит, вот есть группы. Это не только коллеги. Допустим, вы там Java developer, и вы пошли к Java developer. Но это могут быть рекрутеры. Вы можете сказать, послушай, вот ты рекрутер, я понимаю, что у тебя там разве. Знаете, вот что бы ты посоветовал? А я бы хотел вот приехать. Там по такой-то программе. Понимаете? Есть менеджеры. Менеджеры. Ну, если вы, допустим, ищете стажировку по IT какую-то. Значит, вы смотрите IT менеджеров. Вы смотрите VP of engineering. Вы смотрите, ну, людей, которые профессионально подходят. И говорите, слушай, вот я хотел тебя спросить, там подкатиться. Вообще, в профессиональной среде принято, принято людям, которые вежливо спрашивают что-то такое, в смысле профессионально сориентироваться, принято отвечать. Вы не можете сказать, нет ли у тебя позиции. Вы можете сказать, может быть, ты мне что-то посоветуешь. Допустим, да? Вот так можно. То есть, никто не хочет быть в положении обязанного или чего-то обещавшего, но не сделавшего. И никто этого не любит. Когда просто поговорить, то это не вопрос. А когда говорят, а вот у тебя лично есть позиция? Говорят, нет, 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 ничего нет. Просто из-за того, что подошли к нему неправильно. Значит, как подкатываться? Это тема нашего воркшопа. То есть, давайте мы сделаем там 3, 4, 5 писем. Но я хочу, чтобы вы написали. Еще раз. Если вы видите, вот если мне Миша напишет, я тогда пошлю. А если он не напишет, я тогда не пошлю. Я тогда не хочу для вас писать. Вы не готовы ни к чему. То есть, как вы будете работать, как вы будете что-то делать. Поэтому, ребята, покажите класс. Значит, давайте напишите. Не важно, вы будете очень плохо написать. Мы сделаем лучше. Моя задача сделать лучше. Но просто вы должны прийти вот к тому месту, где можно погрузиться вот на тот поезд, который дальше везет. Значит, теперь Lion – это сокращение для LinkedIn Open Networker. Значит, Open Networker – это человек, который принимает все приглашения. Вы можете к нему лично постучаться, и он вас примет. Там нельзя стучаться к незнакомым людям. Система этого не разрешает. В группе можно. Поэтому очень важно быть в группе. А просто так нельзя. Поэтому есть люди абсолютно в любых категориях. Я буду потихонечку тут выходить из разных файлов, чтобы они нам не мешали. Например, в LinkedIn. Я могу сказать группы. Нет, не группы. Я могу сказать people. Вот видите, появилось advanced. Говорю advanced. И мне в режиме advanced позволяет искать по самым разным критериям. Например, я могу сказать, значит, title. Ну, какой там title. Может быть, я… Ну, давайте скажу recruiter. Нет? А можно вообще ничего не говорить. Давайте по профессии посмотрим. Language function. Ну-ка, что у нас тут есть? Так, 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 так. Нет? Где-то тут были. Видите, я могу искать группы, в которых я состою. Я могу искать по индустриям. Ага, где-то здесь в индустриях должны быть рекрутеры. Как-то они должны называться. Давайте сейчас посмотрим. Оп! Ну-ка. Нет. 7, 7. Что-то было. Смотрим, смотрим, смотрим. Human resources, например. Human resources – это неплохо. Так, сейчас. Все-таки я бы хотел рекрутеров найти. Там была группа, насколько я помню, была группа прямо… Staffing, по-моему, это было. Ну-ка, с… Да, точно. Staffing and recruiting. Пожалуйста. Итак, я говорю, значит, рекрутеры, работники отделов кадров. Я хочу искать keyword. У меня будет Lion. L-I-O-N. Где? Ну, по всем Соединенным Штатам, допустим, я не ограничиваю. Ну что, ищем search. Пошли смотреть. Я могу территориально их искать, но вам без разницы, вы ищете работу. Откуда ищете? Значит, вышло 2560 результатов. Это очень много. Я, на самом деле, должен свой поиск сузить. Оно мне не даст все 2562. Я не помню, сколько оно разрешает просмотреть, но явно столько я не смогу. Но я могу их сортировать. Значит, вот оно relationship. Количество connections. То есть, вот насколько эти люди имеют нетворк большой. Давайте-ка мы их отсортируем по connections. Вот, пожалуйста. Есть какая-то Stacy Donovan-Zapar. Она по отношению ко мне является контактом второго уровня. То есть, между ней и мной есть один какой-то человек. На самом деле, не один, а вот, говорят, 17 есть. Кстати, для того, чтобы искать и много находить, очень важно быть в контакте с кем-то, у кого много connections. Вы можете к ней, например, подсоединиться, чтобы все 30 тысяч ее connections стали доступны вам, и вы будете иметь три уровня. Значит, она будет первым, потом будет второй, потом будет третий. Это будет очень-очень много людей. Так вот, Stacy. Давайте смотрим. Я знаю 17 человек. Вот пошли 17 человек, которые между мной и ей. Вот Денис, это наш выпускник. Хорошо. У нее написано, что она лайн. Что это значит? Она разрешает вам к ней присоединяться. Для этого она дает вам ее e-mail. Видите, вот e-mail ее прямо здесь. Вот, допустим, я скопировал ее e-mail. Я говорю, connect. Они говорят, а ты кто? Да, то есть, как ты знаешь нашу Stacy? А я говорю, а у меня e-mail есть. Вот. И я говорю, азер. И она говорит, давай e-mail, пожалуйста. Я говорю, вот ее e-mail. Пожалуйста, я подключаю. Я говорю, нажимаю кнопочку. Ну, я не хотел, собственно, ее приглашать. Но для вас только вот с целью демонстрации. Вот. Я ее приглашаю. Тут какие-то говорят, а этих знаешь? Многих знаю. Да, тут много моих студентов. Они практически, практически все мои студенты, кроме вот этого. Из Индии, господин. Вот. Теперь, значит, я возвращаюсь обратно. Так вот, вы можете подключиться к этим самым Lions. И обратите внимание, вот это Stacy, которая хотела, чтобы я к ней подключился. Ребят, я к ней подключился. Она меня примет. И мне придет уведомление, что она меня приняла. И я ей дальше пишу e-mail. То есть, после того, как мы с ней connect, я могу ей написать e-mail внутри. Я скажу, привет, Stacy, спасибо, что ты меня приняла в свой нетворк. У меня вот такая история. Не посмотришь ли ты на мое резюме. Я бы хотел туда-сюда, значит, приехать там по такой визе, по сякой визе. Может быть, там, допустим, хотел спросить твой профессиональный совет. Как лучше поступить? Она, знаете, она если заинтересуется, она скажет, ты знаешь, что я бы сама с тобой поработала. И чем лучше ваше резюме, тем охотнее она скажет, я бы сама с тобой поработала. Чем слабее резюме, тем больше шансов, что она скажет, ты знаешь, что я сама вот не интересуюсь, но я тебе дам совет. Вы скажете, о, так я же со страды советов. Дайте мне совет. И вот смотрите, сколько тут этого народу. Да, рекрутеры бывают разные. Вот она может быть рекрутером не в той области. То есть, вы когда идете обратно на поиск на свой, вы можете сказать, я хочу таких рекрутеров, которые IT-рекрутеры, или которые там с Java работают, Java-девелоперами и так далее. Это отдельная история, как делать правильный поиск, как находить нужных людей. Опять, у нас для этого есть воркшоп, и мы там это все посмотрим. Но вот общая идея такая. У нас там вопросы задают. Вопрос. Если у меня есть опыт в разных сферах, 3D-дизайн, веб-девелопер, там, чего-то дизайнер, график-дизайнер, QA-тестер, как сделать резюме на LinkedIn, DICE и других, чтобы это не выглядело так, что я вроде бы разбираюсь во всем, но очень слабо. А это так и выглядит. А что вы думаете? Если бы вы вместо четырех вещей занимались бы одной вещью, вы бы гораздо глубже ушли туда. Это все понимают. И вы тоже понимаете. Или же лучше делать отдельные аккаунты, разные резюме. Конечно, делать разные резюме. Вопросов нет. Конечно, делать разные резюме. Это в любой книжке. Я даже не знаю, где бы написали, что нужно пять профессий в одно резюме поместить. Человек, который ищет по конкретной профессии, он же не хочет, чтобы у него было 20% от того, что он ищет. И некий бэкграунд неплохой. Поэтому, конечно, делать разные резюме. Я бы так сказал. Надо завести пять разных имейлов. И создать пять разных аккаунтов. И так замаскировать, чтобы не было даже понятно, что это один и тот же человек. И вот с этого начать. Которые хотят получить H1B, я им советую прямо сейчас. Вот сегодня. Начать заниматься резюме. И прямо по пунктам идти. Вот то, что у нас там написано было. Резюме. Телефон завести на американский через Skype. И так далее. Прямо по этим шагам двигаться. Потому что времени осталось не так много. Компании сейчас вот нанимают. Сейчас как раз сформируется вот этот пул. Те, которые хотели бы по J1. У них как бы пожара такого нет. Но с другой стороны, а в чем откладывается? Раньше начнешь, значит, раньше придешь в нужную точку. Поэтому я хочу сказать, что вот то, что я хотел рассказать сегодня, оно в принципе у меня исчерпано. Потому что в какие-то колоссальные детали мы сейчас уйти не можем. Кроме того, что очень много деталей уже есть в тех ресурсах, которые я вам показал. А дальше у нас есть воркшоп для того, чтобы рыться в деталях. Если будет, соответственно, много вопросов в каком-то одном направлении, мы сделаем очередной там вебинар. Или я отдельно наговорю, или мы вместе соберемся. Значит, и вперед. Теперь, а ничего страшного, что будет одинаковая фамилия во всех резюме. Или можно писать разные фамилии, или немного измененные. Я не вижу проблемы с одной фамилией. Кроме того, вы можете вообще фамилию не писать. Ну, нет, в резюме надо писать. Я не вижу такой проблемы. Разные рекрутеры, скорее всего, будут на вас натыкаться. И рекрутеров много. Страна большая. Потом они же, это же, в основном индусы. Они не отличают Иванов, Петров, Сидоров. Они же разницы не понимают. Поэтому им вот Сунита, или там Нивидита, или там Мамрита. Вперед. Вот, значит. Ребята, если есть вопросы, задавайте вопросы. Потому что, если нет, я тогда буду сворачиваться. Но я думаю, что есть. Значит, тут какой-то вопрос, видно, я на него ответил. Если проучиться у вас по онлайн обучению, предоставляете ли шанс трудоустройству? Отправляете ли на интервью? То есть, если мы приедем по гринкарте, существует ли дальнейшая помощь трудоустройству? То есть, у нас есть студенты онлайновые, и у нас есть студенты здесь на кемпусе. Онлайновые платят 750 долларов, и у нас 30 часов мы с ними занимаемся живьем, вот примерно как мы сейчас с вами. И еще у нас там часов 150 всяких видео записано, HTML, JavaScript, проекты всякие там, автоматизации и так далее. Мы здесь в классах пишем, им даем доступ. Но мы не можем их отправить на практику в компании, потому что у нас нет там компании, у нас все связи здесь на местности, в Кремниевой долине. Те, которые местные студенты, они платят 3000, и они учатся 145 часов, плюс всякие проекты, это уже отдельно за те же деньги. Но здесь мы их всех раздаем на практику, всех тех, кто не сошел с дистанции. Это значит, что они должны там тесты всякие сдать, ну как бы выучиться должны. Но сейчас у нас проблема в том, что у нас больше практики, чем студентов, но есть студенты, которые не могут никуда попасть, не дотягивают. Понимаете, вот он как бы недоучивается, углы срезают, говорят, надо вот это, он думает, как бы не сделать что-то, как бы им пройти. Ну, в общем, разные ситуации. Мы уже стараемся отсеивать, мы уже стараемся не брать тех, которые там язык слабенький или еще что-то. Поэтому у нас в онлайновом обучении очень много народу находит работу. Я не могу сказать, что они как-то там с трудом нормально находят, но мы не можем их послать на интервью. И одна из вещей, которые мы учим, и я считаю, что в этом плане мы фундаментально отличаемся от любого другого учебного заведения, мы таки показываем, как находить работу. Я такие трюки показываю, у меня есть доступ, рекрутерский доступ на Bernadise. А еще раз в год я покупаю месяц на Monster и покупаю месяц на Career Builder, чтобы проверить, правильно ли мы понимаем, как работает система. Если вы повесите резюме так, как я скажу это сделать, у вас будет 20 звонков в день. Если вы это сделаете так, как вы думаете, что это надо сделать, процентов 10, что вы не получите вообще ни одного звонка, вас просто никто не найдет. А остальные 90% у вас будет, ну, 2 звонка в день. А я показываю, как сделать 20. Поэтому есть люди как бы лежачие, да, они говорят, я вот не могу сам ничего, я инвалид, вот вы меня отведите за руку, я так не могу, я так не работаю. Но нет такой задачи, понимаете, мы же не по инвалидам, мы наоборот как бы. Но если вы будете делать то, что вам скажут делать, я удивлюсь, если вы там за 2-3 недели не найдете работу, это очень странно будет. Но вот в той экономике, которая сегодня есть и в том рынке, который сейчас есть. Я извиняюсь, я пропустил часть вебинара, возможно уже говорилось об этом, но хотел спросить, возможно ли приехать к вам в школу обучаться очно, как обычно приезжают студенты. Но если вы с гринкартой, вам есть смысл, вы делаете им вызов или надо получать визу. А что вам к нам приезжать, если визу-то получать? Ну, вы приехали с визой, а дальше-то что? Вы приехали с гостевой визой, выучились, все шикарно. Ну, я вас не могу на практику послать, допустим, но у нас есть 3-4 проекта постоянно действующих, которые мы в школе тестируем для разных компаний. Тут у нас менеджеры профессиональные, прямо со студентами работают здесь, на кэмпусе. У вас будет убой, у вас все будет, но дальше что? Понимаете? То есть, когда к нам человек, у которого есть гринкарта, приходит, то я понимаю, что он через 3 месяца будет работать. Ну, там, 3 месяца пока он попадет, на интерншип попадет, а еще через 3 месяца уже он будет хорошо зарабатывать. Они в основном на старт получают между 25 и 35 долларов в час, в зависимости от уровня технической подготовки. Если человек приехал из другой страны, это у него расход на билеты, там, на жилье, на то, на сё, и что он поедет там, куда, в Калугу, там работать будет. Поэтому у нас есть, вот, у нас приезжают ребята по визе G1, пожалуйста, можно сделать визу, если только это не с Украины, где визы не дают, а так вот еще откуда-то. Ну, мы в индивидуальном плане рассматриваем. Но, опять же, я вам рассказываю, как получить эту визу G1 несчастную в любом другом месте тоже. Вы же не можете всю свою жизнь поставить в зависимость, там, от портнов компьютер-скул, там, или консалтинга, которому он принадлежит. Она принадлежит, это школа. Вот, так что, надо, понимаете, как сказать, люди, которые Америку создали, и которые потом приезжали туда, это были подвижные люди. Подвижные. То есть, они говорили, я пойду и сделаю. Понимаете, никогда люди, вот, скажем, 19 век, там, и 20, никто не приезжал на вэлфер, не было вэлфера. Люди ехали поработать. Вот, поэтому, значит, я как бы тоже придерживаюсь этой концепции. Понимаете, когда человек, я бедный несчастный, вот вы меня отведите, а вы меня отведете. Или я должен сам буду что-то делать. Сам будешь делать. Тебе помогут так, как никогда никто никому не помогал. Понимаете? Вот, но надо делать. Ну, что же. Сколько длится очное обучение? Сколько оно стоит? Очное обучение стоит 3 тысячи. Если вы приехали откуда-то, то вы за эти 3 тысячи, вы не ходите на программу, как вот и местные ребята ходят, а вы имеете статус full-time студента. Это статус, который позволяет вам, ну, в течение года ходить во все классы, которые у нас есть, неограниченно. Если вы интенсивно занимаетесь, а вы заниматься будете, скажем, 30, там, может быть, 40 часов в неделю, вы будете в классах сидеть. Поэтому утром, вечером, у нас две группы с утра, две группы с вечера, у нас очень интенсивно. Поэтому у нас есть ребята, которые через месяц уже были на практике в компании. То есть нельзя сказать, сколько оно длится, но сколько вам надо, чтобы вас запустить куда-то, столько длится. А есть люди, вот у меня сейчас девушка есть, очень симпатичная, надо сказать, но не сразу схватывала. Первый раз она вот прошла весь курс, и сейчас она пошла второй раз слушать. Понимаете? Но она изменилась кардинально. Я вдруг смотрю, у нее глаза умнющие стали, она соображает, она там что-то делает такое, понеслось. Есть люди, которым надо два раза послушать. Ничего такого тут нет. Поэтому сколько оно, в принципе, курс идет 10 недель. Вот когда люди приходят местные, у них курс 10 недель. Но дальше у них есть право прослушать взятый курс неограниченное количество раз за те же самые деньги. И это не стоит денег больше. Потому что продуктом является не курс, а последующие трудоустройства. Поэтому курс это инструмент. Режиме, которое мы вам пишем, инструмент. Проекты, которые мы делаем, инструмент. Практика в компаниях, куда мы вас отводим за руку, это тоже инструмент. Но продуктом является трудоустройство. Значит, пока человек не начал работать по профессии, значит, все ресурсы к этому делу привлекаются. У нас есть за сотню этих классов, записанных на видео. У нас есть ребята, которые учатся на кемпусе, им дают доступ в записи онлайновых классов. Они могут слушать их, если хотят. Ну, то есть, у нас есть еще классы, так называемые self-paste. То есть, они висят, у нас есть платформа такая, где висит 9 классов. Там и HTML, и JavaScript. И ты их своим ходом проходишь. Мало того, ты когда тест в конце сдаешь, тебе еще, ты можешь сертификат себе распечатать. Вот там есть люди, любят сертификаты распечатать. То есть, пачкой ходят. И это тоже есть, чтобы там, где бы ты ни был, и чем бы ты ни был занят, мог бы, значит, заниматься. J-1 ограничено возрастом. В практическом плане 35 лет, но я вот видел какую-то организацию, где даже 38 они пропускали. Если образование не совпадает с профессией стажировкой, исключено. Исключено. Вас не возьмут стажироваться по профессии, по которой у вас нет высшего образования. Если у вас высшее образование по журналистике, вас могут взять, если найдется там русская газета какая-нибудь, вот вас могут взять стажироваться с журналистом. Но если у вас образование по журналистике, вас не возьмут стажироваться по компьютер-сайенсу или там по микробиологии. Вот. В H1B то же самое. Вы должны иметь образование по профессии, и, ну, или опыта много, который, как бы, компенсирует отсутствие от этого образования. В H1B такого нет. В H1B... Стажировка в том состоянии, что вы отучились и пошли стажироваться. Не то, что вы 10 лет проработали, практик такой, или пойду-ка я еще постажируюсь. Где-то там нет. Хорошо. Так, я смотрю, там еще кто-то у нас строчит. Народ, давайте. Трочивайте. Страчивайте. Дописывайте. Так. Опыт 15 лет в CG. Но образование программист. CG это чего? Компьютер-графикс. Или что, какой-нибудь? Я даже не знаю, о чем речь. CG. Коммерческая что там? Да, анимация. Ну, я не думаю, что анимация как-то кардинально противоречит образованию программирования. Я бы сказал. Конечно, это как бы артистическое немножко. Но я думаю, что никого проблемы не должно было бы быть. Так, я субъективно. Я не знаю деталей, но так мне кажется. Когда начинаются ваши курсы, имеется в виду определенные стартовые моменты. У нас есть расписание. Вы когда на сайт partnov.com зайдете, там сразу найдете расписание. И онлайновые классы там все в одном расписании. У нас цикл 10 недель. Значит, и соответственно, за 10 недель у нас 2 дневных класса и 2 вечерних. Онлайновые просто раз в 3 месяца. Вот следующие будут 17 февраля, что ли. Все расписание там опубликовано. Если нет расписания дальше, ну добавляйте 10 недель там и получится. Так. Какой-то есть вопрос у нас живьем. Вот кто-нибудь хочет сказать что-нибудь такое словом. Я могу вам микрофон подключить. И скажите словом. Каким путем пойти в направлении поиска инвестора? А ты качивай, пойти и разговаривать с инвестором. Значит, инвесторы тусуются в определенных местах. Инвесторы, ну есть там как бы организация, есть списки, есть веб-сайты. Есть к ним можно обратиться, назначить встречу. Вот то, что вы дали ссылку на Plug-and-Play Center. У меня на канале, вот на нашем Silicon Valley Voice, я недавно сделал плейлист, да, плейлист как раз вот по этой части. Вот там 4 или 5 видео снятых вот в этом Plug-and-Play центре. И вы увидите, как там происходят эти тусовки, где собираются инвесторы и там перед ними делают такие презентации. А, благодаря нашему листу нашел. Ну, значит, есть места, где собираются инвесторы. Но вы должны просто понимать, что инвесторы дают деньги под что-то такое, что уже имеет некоторые очертания. Кроме того, они дают деньги команде, которая может довести проект до результата. Не то, что вот человек с идеей, и ему дали деньги. Нет. Вот должна быть команда с идеей. То, что нет визы, их совершенно не волнует. Значит, у вас может быть бизнес-виза там на 6 месяцев. Если вы пойдете на мероприятие, там вы видите, там полно людей из России, которые приезжают. На моих глазах там ребята нашли инвестора. На хорошую сумму нашли инвестора. Вот. Я их там даже снимал у нас. На этом видео там есть. Вот. Так что никаких проблем нет. Если есть хорошая идея, если есть способность идеи доводить до конца, вы можете продемонстрировать, что у вас есть способность что-то доводить до конца. Вот сидят инвесторы. 40% мирового инвестиционного капитала находится вот у нас тут на расстоянии там, скажем, 15 минут езды от того места, откуда я сейчас с вами разговариваю. Какие условия просить у инвесторов, я вам не подскажу. Я вообще не знаю, есть ли у вас основания с ними разговаривать. Вот. Так что это вы должны... У вас должен появиться адвокат, который вам будет говорить, какие условия. Вы сами не должны этого ничего решать. Вот. Ну, посмотрите. Теперь пообщаться отдельно от вебинара. Можно ли украсть 15 минут? Можно, только не сейчас. Сейчас у нас полночь уже 12-15, так что у меня жена там дома меня ждет. Вот. Конечно, можно, а чего нельзя. Хорошо. Значит, мы, наверное, тогда... Да, у нас тут есть товарищ один, преподаватель. У него есть компания. Давайте я вам напишу здесь. Ее веб-сайт можете пойти посмотреть. Мимокаст называется. Вот. Зовут его Алекс. И это вот его компания. И там довольно приличный оборот. Это видео онлайновые такие. Стриминг-видео. И я с ним сделаю отдельную встречу. И мы с ним отдельно проговорим про инвестиции, про стартапы, про вот эти все дела. Какие специалисты в IT-сфере более востребованы? Может, есть какой-то дефицит специалистов по убывающей. Я вам скажу такую вещь. Это вопрос совершенно такой, знаете, он исходит от человека, который далек от IT. Потому что, если, например, вот я инженер-связист, я закончил институт связи. У меня специальность автоматическая электросвязь. Телефонные станции, там, телеграфная связь, ну, сети, сети связи. Вот я сетевик, в принципе. Поэтому, если мне завтра скажут, ты знаешь, что радиосвязь в большом фаворе, а я не радист, понимаете, мне надо институт заново, ну, я утрирую. Но это другая совершенно профессия. Поэтому вопрос в том, какая профессия в IT больше востребована, она может исходить от человека, который не имеет никакой. И думает, какую бы мне получить. Но за те 4-5 лет, которые она будет получать, может сильно измениться. Я могу сказать, что практически любая сфера сегодня вполне востребована. И настолько, что можно пойти, получить работу и за хорошую денежку. И веб-дизайнеры, веб-разработчики. Веб-дизайнерам, я бы сказал, трудно искать работу. Очень много людей там мало зарабатывают. Веб-разработчики, веб-программисты, ну, почему нет? Нормально. Тестеры, нормально. Что такое программисты, я не знаю, что вы имеете в виду. Ну, в принципе, люди, которые программируют, да. Почему нет? Ну, конечно, если он там на мейнфрейм компьютере, что-нибудь там на каболе, это одна история. Но если он, допустим, программирует какие-то приложения там для андроидов или там, я не знаю, для эпловских там игрушек, или, я не знаю, C++, Java, PHP, все что угодно, конечно, это очень дефицитно и очень востребовано. И Java, и .NET, ну, C-sharp, я не понимаю, но C-sharp. Это какие-то задачи должны быть такие уже, я не знаю, какие. Вы можете пойти там, я не знаю, на тот же Dice и там Monster, и посмотреть, какие есть позиции, и просто статистически вы увидите, что там есть. Значит, практически любое программирование хорошо востребовано. Так что, ладно, значит, у нас такой разговор начинается сугубо такой технологический, и я тоже, на самом деле, не очень чувствую себя комфортабельно с деталями этого дела, потому что я-то в тестировании работаю, поэтому я там более-менее знаю, а за пределами уже так гораздо меньше. Так я вижу, конечно, глазом, но я не узкий специалист в этой области. Все, ребята, мы с вами прощаемся, и я не обещаю, что этот вебинар вывесится мгновенно, потому что выходные, и там надо посмотреть, как дела пойдут. Но за пару дней мы все это вывесим. Все, счастливо, я закрываю, так сказать, нашу запись. Продолжение следует...